Добрый вечер всем. Очень рад вас видеть. Сегодня такое необычное заседание, но не то, что совсем необычно, но одно из немногих, которые связаны так или и так с наукой. Но я очень надеюсь, что… Дело в том, что Григорий Яблонский совсем знаменитый человек в своей области, и его там знают по всему миру как ученого, одного из ведущих мировых ученых в области химической кинетики и катализа в первую очередь. Но если он будет говорить исключительно об этом, он уже обещал формулу не использовать и так далее, но он кроме катализа, надеюсь, будет все-таки отвлекать внимание публики какими-то историями жизни химиков, которые, как бы сказать, тоже живые люди и много чего знают. Значит, ну и вот в связи с этим, Григорий, начинайте, пожалуйста. Я делаю тогда все. Вы можете начинать, если вам надо. Все остальное вы знаете. Григорий, вы слышали меня, да? Вы можете начинать. Вы можете сначала что-то сказать, а потом сделать скринши, если хотите. Что-то у меня тут не вполне. Это же не мой все. Так. Значит, я уже... Так. Что-то такое. Шея скрин. Так. Видно? Видно меня? Да, да, да. Просто вначале войдите в верхнюю часть доклада. Стрелочками. Стрелочки. Обычные на клавиат. Вы меня попросили делать стрелочки. Вы можете, да, нажать сможете на вот эту штуку. Она, по-моему, нажата правильно. Нет, вы меня попросили это сделать, и она нажималась. Вот-вот, вот начало. Все нормально. Сейчас, одну секунду. Так. Хорошо. Так. Все меня слышно, да? Да, можете поздороваться даже. Да. Ну, под давлением, да? Поздороваюсь. Здравствуйте, дорогие участники Дума. Значит, сегодня лекция имеет такой научный характер. И обычно, значит, я читаю курс химической кинетики и катализа. И есть более широкий курс, который мы читаем вдвоем с моим коллегой. Бриджинг, Science, Engineering and Technology. Я что-то буду говорить вам из этого курса. Извините, что я пользуюсь английскими слайдами, но я думаю, что это понятно. Обычно, значит, вводный курс, я спрашиваю у студентов, и может быть на этот раз можно сделать анмют. Я спрашиваю, как вы думаете, какое самое великое изобретение, научное, так сказать, изобретение, повлиявшее на людей в 20 веке? Ну, я не знаю, надо ли спрашивать у аудитории. Значит, это, конечно, создает интерактивный характер, но можно обойтись без этого. И обычно люди отвечают, это либо квантовая революция, либо теория относительности, либо компьютеры и так далее. Ну, в общем, вот такие ответы обычно. Ну, вот это Алиса в стране чудес, при закрытой дверью. И я начинаю с того, что вот сейчас у нас уже в 23-м год уже ровно 8 миллиардов населения, а в начале века было примерно полтора или 1,6, и очень боялись, даже начиная с 19 века, что будет перенаселение, будут голодные воины. То есть мальтузианские теории. Но ничего этого не произошло. И причина того, что не произошло, это, значит, две причины. Это изобретение удобрений и генетическая, так сказать, революция. Но я как химик, имея основания, думаю, что большей частью все-таки это, значит, изобретение, то есть удобрения, которые делаются на основе, так сказать, химических открытий. Так сказать, фертилляйзеры по-английски. И вот благодаря чему это произошло? Это произошло благодаря катализу. То есть катализ сыграл решительную роль, решающую роль в том, что, так сказать, население увеличилось, и, в общем-то, исключая некоторые, так сказать, явления социально-политического порядка отчасти, так сказать, голод 20-х годов в России, голодомор, голод 50-х годов в Китае и тому подобное, то, в общем, человечество справилось и справляется с 8-й, даже с 10-ю миллиардами. Значит, теперь я расскажу о краткой истории. Что такое катализ? В школе учат так, что это явление, когда небольшое количество вещества драматически изменяет скорость реакции, а само, значит, вещество при этом не меняется. Ну, это неправильное определение, потому что катализ участвует в реакции, он образует промежуточные вещества, за которыми мы следить не можем в обычном эксперименте. Но, что важно, катализ – это циклический процесс. Это вещество, то есть катализатор, оно связывается, а потом освобождается в ходе каталитического цикла. Ну, природа, как известно, не изобрела колеса, зато она изобрела катализ. И вот я расскажу сначала историю. Значит, это интереснейшая история открытия катализа, которой я занимался, так сказать, профессионально, и как каталитикой, и как в некотором роде историк химии. И я занимаюсь, и статья в этом была напечатана в журнале «Химия и жизнь» почти 40 лет тому назад, но я с тех пор как-то улучшал это знание. Значит, вообще химические процессы – это процессы, идущие во времени. Это химия, это об изменении веществ. Если бы не было изменения веществ, трансформации, то это было бы, так сказать, неинтересно. Если вещество не изменяется, то это отдельный вопрос. Вообще, все об изменении. И вот, собственно, кто, так сказать, как был, так сказать, изобретен катализ. Ну вот, известная цитата, что открытие благоприятствует подготовленному уму Луи Пастер и аналогичное высказывание поля флори на ульского реактора. Ну вот, собственно, вот этот катализ, катализ, еще раз расскажу о катализе, что есть реакция, которая не происходит, но в присутствии катализатора она происходит. И вот 90% всей индустриальной химии, даже больше, так сказать, это катализ. Катализ – это пластмассы, катализ – это удобрения, которые я упоминал. Катализ – это автомобильный катализ, очистка выхлопа. Ну, это батареи, это катализ. Все, в общем, все, что угодно. И катализ – это ферментные, ферментативные процессы, которые происходят в растении, которые происходят в животных и тому подобное. То есть чудо каталитические процессы и в человеческом теле десятки тысяч специфических катализаторов. Хорошо. Так вот, история катализа, значит, человеческая история, значит, она более интересна, чем любой голливудский фильм. И вообще, мысль такая же, хорошо бы написать сценарий по этому. И главные действующие лица в этой истории – это немецкий поэт Иоганн Вольганн Гёте. Это химик, который, по иронии, по совпадению, имел то же самое имя. Иоганн Вольганн Деберейлер. Кстати говоря, предтреча Менделеева по периодической системе. Это герцог, значит, Твейморского герцогства Август. И русская, так сказать, княгиня или сестра царя Николая Павловича, Александра Павловича, Мария Павловна. И вот Гёте, значит, известнейший, ну, как бы говорится, немец номер один, немец номер один с его интересами и в литературе, и в науке, создатель Фауста, так, значит, Фауст, который, вот это «Остановить вольт, их сум ауген, блюкезаген, фирвайли, док, добись и шот», то есть «Остановить вновенье» – это прекрасно, всем нам известно, так. Иногда я считал такую точку зрения, и даже, так сказать, её сам высказывал, что Фауст попросил союза с дьяволом, потому что он, так сказать, уже ничего не смог сделать в науке. То есть, возможно, что он был плохой ученый. Такая точка зрения. Ну вот, «Остановить вновенье» – это прекрасно. Это цитата, которая осталась в мировой культуре. И вот его большой друг… Извините, лезет Макафи. Чего он лезет? Да, так вот, это Иоганн Борган де Берейнер. Это человек, которого Гёте взял аптекарем, так сказать, фармацевтом. Это двеймарское перфюрство, перфюрство. Да, почему она не двигается? Вот. А это Мария Павловна. Мария Павловна. Значит, какая их роль? Значит, де Берейнер, он никогда не кончал никакой университет. Ну, это как Зильдорович в Советском Союзе и Фарадей, по-моему. Ну, и, в общем, и он был такой универсальный химик. И его наняли как аптекаря, но он стал изучать реакцию окисления водорода. Окисление водорода. И, значит, случайно или не случайно, это, так сказать, мы уже не знаем, он нашел скачок скорости в присутствии платины. А платина тогда добывалась только в одном месте, в Южной Америке. Причем платина же не очень красивая. Она была примесь к серебру. Плата, платин, это, слышите, так сказать, и лаплата. Она, так сказать, часть серебра названа. И ее выбрасывали вообще-то. Вот. Но в это время, в это время были боливарские войны. И было прекращено сообщение между Южной Америкой и Европой. И платину он достал кусочек, а больше он не достал. К счастью, в это время на Уральских горах была найдена платина. И там был применен метод, который называется метод Волла Стона. И, в общем, Россия оказалась, так сказать, местом, где много платина. И вот в это самое время Мария Павловна стала женой. Она была невецкой, а потом женой сына этого августа, герцога. И Гёте, который был большой любителем минералов, он был и минераловед, и, так сказать, свою теорию оптики, и занимался анатомией, такой универсальный ум. И он написал ей привезти минералы. И она привезла 40 подвод минералов и одну подводу платины. И вот на этой самой платине Деберейнер, конкурируя с Дерри, он, так сказать, повторил этот опыт, опыт воспроизвелся. Это было, вообще-то, это было ровно 200 лет тому назад, 1923 год, примерно так. Значит, и вот он воспроизвел этот опыт. И они, я тут это не пишу, они пришли к герцогу. И герцог сказал свои замечательные слова. «Вы открыли секрет жизни», – сказал он. Ну, он переоценил и недооценил это открытие. Ну, короче говоря, они написали письмо во все значимые академии того времени. В Британскую и Королевскую академию, в Французскую академию, в Шведскую академию. И, в общем, тогда, в это время, в 1924-1925 году, без, так сказать, телеграфа, телефона, железных дорог и интернета, в общем, повторили этот эксперимент. «Воспроизвини», так сказать, Фарадей его воспроизводил, воспроизводили в Франции, по-моему, Тенарь его воспроизвел. И дальше это открытие было, так сказать, подтверждено Берцелиусом, который написал, что это каталис, нашел имя, каталис, от греческого разложения. Очень неудачное имя, но которое, так сказать, потому что каталис не только о разложении, каталисом синтеза, все, что хочешь, можно делать. Но придумал такое имя и уже его не выбросившись, так? Ну вот, значит, надо было найти какое-нибудь имя, связанное с ускорением реакции. Но вот он взял каталис, и в 835 году, можно считать, каталис был рожден, и главная его, так сказать, двойная функция, как говорится, «how to kill two birds with one stone», как убить двух птиц одним ударом, значит, это было изобретение, которое впоследствии привело индустриальное значение, и оно обратило внимание, что что-то вот меняется, что-то, так сказать, происходит, потому что химия всегда, ну, об изменениях, я уже сказал это, ну, химия происходит у нас в кухне, химия происходит при изготовлении вин и тому подобное, ображение, изготовление материалов, это все химия. Но то, что она происходит во времени, это не было подчеркнуто, не было, так сказать, стресс. И вот только через некоторое время после изобретения катализа, ну, вот ввели явным образом время в химии. То есть стало ясно, что химия – это не просто о составе, а там что-то состоит из чего-то, а о том, что меняется во времени. Вот, собственно, это, можно сказать, что открытие катализа было типичное, то, что называется, сиренгипити, то есть такой термин, который хорошо известен в западной литературе от персидской сказки о старом названии Цейлона, которое, ну, то, что случайно было найдено, но, тем не менее, было случайно найдено и сначала не понято, причем в течение 50 лет это находилось на периферии науки, ну, как, скажем, какая-нибудь гомеопатия или даже телепатия. В общем, ну, не совсем так, но что-то таинственное есть, но как его объяснить, непонятно и зачем оно нужно. И вот, без объяснения, без применения, в течение 50 лет, так, теперь, а вот два немецких гения, Вильгельм Острольд и Фридс Габбер, сделали его частью цивилизации. Ну, химия в XIX веке была в основном немецкой наукой. Ну, можно говорить, что отдельные крупнейшие достижения были в химические и во Франции, и в Германии, нет сомнения, во Франции, в Лазье, в Дальтон, в Англии, но систематическая наука, химия, если надо было учиться химии, то надо было ехать в Германию. Менделеев, кстати, учился в Германии. Вот, и вот Вильгельм Острольд, который сделал реакцию окисления аммиака, и который понял, что он понял Острольд. Острольд дал такой ответ, что каталис – это кинетика. И это было понято. Почему это было понято? Значит, вот я сейчас объясню. Может быть, я пропустил эти два момента, но неважно. Я пропустил. Потому что в 1851 году два разных человека с одной и той же практически фамилией, Вильгельми в Германии и Вильямсон в Америке, они написали на материале реакции атерификации, практически одной и той же реакции, они написали первое уравнение. Уравнение – это, так сказать, первое дифференциальное уравнение, которое описывает разложение. Ну, реакцию атерификации. Так вот, и с этого момента формальная кинетика была рождена. То есть ввели химию формально через математическую модель в 1851 году. Но я хочу продолжить свою историю, поскольку два важных человека. Остволь сделал реакцию окисления аммиака в азотную кислоту на платиновом катализаторе. Но надо же получить аммиак. Так вот, вот этот человек, Фридс Габбер, так? Фридс Габбер сделал синтез аммиака. И Фридс Габбер – это уникальная фигура. Значит, он сделал этот процесс из аммиака и водорода на железном катализаторе. Это называется Габбер-Бош процесс. И, значит, комбинируя два процесса – синтез аммиака и окисление аммиака – все, Германия имела, потому что, кстати, убила двух птиц одним, так сказать, ударом. Она имела возможность производить удобрения и имела возможность производить взрывчатые вещества. Ну и все, и она была готова после этих двух процессов к Первой мировой войне. Вот, собственно, вот Германия решилась начинать Первую мировую войну, будучи обладателем вот этих двух процессов Остерга и Габбера-Боша. Теперь, значит, судьба Габбера – это одна из самых примечательных судеб 20-го века. Значит, он получил Нобелевскую премию. Это в самом конце войны. Видимо, это было и решено до войны, в 17-м году. Но он же сделал химическое оружие. Он считается отцом химического оружия. И он фактически организатор химической части битвы Припри, которая создала Иприт. Ну, он был немецкий националист, он был еврей. И в то же время, что он считывает его выражение, что во время мирного времени ученый принадлежит миру, но во время войны он принадлежит стране, Германии. И вот в его специальном батальоне, который был институт кайзера Вильгельма, были будущие Нобелевские лариаты. И вот их результат – это 67 тысяч людей, погибших при битве при Ипре. Ну, большинство говорят французы, но были и немцы. Это хлорная атака. Он был очень доволен своим результатом. Но вот была его жена. Его жена покончила самоубийством. И, в общем, какое исследование – это не легенда. Она покончила самоубийством после того, как он спорыли энтузиазма. Вот эта жена. Он сообщил ей о том, что вот такой замечательный результат. Ну, а она была тоже химик. И одна из немногих, говорят, первый химик. Но я исследовал, она не вполне первый. Ну, она была талантливая женщина. И женщина с твердыми этическими правилами. Она тоже была еврейкой. И они перешли в протестантство. Ну, он из карьерных соображений. Короче говоря, вот такая трагедия. Ее нашел сын. И когда я работал в институте Швейцгаббера в Берлине, то там было место, где была ее могила. Она недалеко. Она была похоронена на территории Берлина, в районе Далема. Ну, вот, собственно, это я говорю об ее самоубийстве. Значит, потом, ну, это... Теперь наступил послевоенный период. Он пытался вписаться. Ну, в Лейморскую республику он вписался, конечно. Но, так сказать, его оставили даже предители в первые годы. Его оставили в первый год, точнее. Его оставили директором института. Но он подавал протесты против увольнения евреев. Короче говоря, он эмигрировал по приглашению Вейцмана в будущего президента Израиля. Он эмигрировал в Англию. Но в Англию ему пришлось тяжело. Ему не подал руки без эрфорта. И вообще был астракизм вокруг него. Он женился снова. Брак был второй неудачей. И он решил, опять же, по приглашению Вейцмана, переехать в Палестину. По дороге он умер в Швейцарии. Вот такая его судьба. Значит, и тем не менее, институт по-прежнему называется институтом Шрица Габбера. А нет, немцы всегда говорят о том, что вот такой, так сказать, человек со сложной линией. Кстати говоря, у него были дружеские отношения с Эйнштейном, который хотел одновременно раздумывать о работе в его институте. Мне казалось, что он работал в институте, но, по-видимому, это, в общем, вроде бы нет. Вот. И Эйнштейн, несмотря ни на что, относился как-то к нему хорошо. У него еще был период 20-х годов, когда он пытался, научная программа его была, достать с помощью ферментативного катализа золота из морской воды, чтобы помочь своей Германии. Но это у него не получилось. Это, так сказать, не получилось. Вот такая начальная история новеллы о катализе. Вот могила, где он похоронен вместе со своей женой первой. Он попросил ее прах захоронить вместе с собой. Это было в его завещании. Ну вот, собственно, это начальная новелла о катализе, о ранней его истории, поскольку катализ – это квинтэссенция времени в химии. Можно даже, может быть, можно, господин ведущий, может быть, можно прервать, поскольку можно ответить в этом месте, по взаимодействию с аудиторией. Нет? Я думаю, давайте дождемся до конца, иначе технологически это будет все намного сложнее. Давайте. Хорошо, у вас нет кто-то. Так будет проще. Ну, идем дальше, да? Да. Хорошо. Ну вот теперь, что же это все время в химии? Я хочу сказать заранее, что я не специалист по теории относительности, и, так сказать, не по специальной, не по общей. И релятивистские эффекты, на мой взгляд, играют роль только для очень ограниченного числа химических систем. Значит, и можно сказать, что в химии они незначительные. А химия – это, значит, она фактически о процессах, которые протекают, ну, на одном месте. Это не о том, не о согласовании различных процессов, так сказать, протекающих в разных местах, и скорости передачи сигнала, хотя можно поставить такие вопросы. Но, значит, тем не менее, есть разные смыслы для времени. Что же такое время? Это всего лишь скала, скала для характеристики разных процессов. И вообще в этом смысле надо начинать с понятия события и, так сказать, говорить о сложной последовательности событий. И, может быть, события, ивент – это более фундаментальное понятие. Или время – это есть, так сказать, проявление. То есть не шкала, а проявление – manifestation, exhibition, сложной химической последовательности. Вот, собственно, вот такие некоторые философские аспекты. Эйнштейн сказал, что единственная причина для времени – это то, что все не может происходить сразу. Так, поэтому, так сказать, последовательность событий. Опять же, тут неявная, неявная идея события, которая и последовательность событий. Вот. Теперь, ну, есть, я бы сказал, три таких функциональных. Есть астрономическое время, которое таким образом изменяется, измеряется. И мы меряем время, раньше меряли, как время, связанное с сезонными явлениями. Это астрономическое время, например. Теперь есть временная шкала, при которой происходят события. И, кроме того, есть время пребывания, потому что химия обычно связана с доставкой каких-то продуктов в том месте, где они реагируют, каким-то образом. Конвекция или диффузия, или смешивание. И мы должны включить транспортное время и сравнивать транспортное время как со временем реакции. То есть время реакции может измеряться на фоне транспортного времени. Ну, теперь предыстория. Ну, то, что я сказал, что очень многие процессы, это процессы, которые идут во времени. Горение или первое, так сказать, 500 тысяч лет истории горения, приготовление пищи, приготовление материала. Это все предыстория. И вот, когда, я уже говорил, когда развилась химическая генетика, это 1851 год. Забавно, что два человека с практически одинаковыми фамилиями и в одном и том же году. Вильямсон и Вильгельми. Но немцы, они написали первое уравнение, вот это дифференциальное уравнение. Ну, если, так сказать, считать, что что-то, значит, S-субстрат, так сказать, постоянен, то мы будем иметь уравнение первого порядка. Вот Освальд, который сказал, что Вильгельми – это открыватель концепции химической реакции времени. То есть мы можем сказать, что первым, первым сказал, я явным образом, первым сказал немец. Для немца это было исключительно важно. Ну, вот, Освальд сказал, что это всего лишь кинетика. То есть, таким образом, тут забавная история, что без катализа влияние, то есть то, что реакция происходит во времени, то есть время не причина, а это, так бы, как говорится, шкала тут. Реакция происходит, процесс происходит во времени. То есть без катализа, который обратил внимание на такое значительное ускорение, кинетика химическая не была бы создана. И химические и кинетические привыкли. А потом, когда к ней привыкли, то стали объяснять, значит, ага, катализа – это всего лишь кинетика. То есть, ну, вот, привычка к термину – это большое дело в науке. Если, как говорится, люди привыкают к термину, то потом они объясняют термин. Ну, вот, и химическая… Есть такой, кстати говоря, самый пример очень неправильного термина – это термодинамика. Потому что термодинамика – это, так сказать, наука, скорее, апстатических процессов. Это термостатика. В термодинамике, традиционной классической термодинамики, никакого времени нет. Но мы забываем, что слово «динамика», оно значило раньше движение под действием силы. А у нас сейчас динамика – это изменение во времени. И поэтому термин термодинамика, он не точно сейчас, но уже никуда не денешься. Так вот, химическая динамика, под динамикой, если понимать, просто изменение во времени, то она, можно сказать, имела три эпохи. Эпоха, когда открыли главные законы химической генетики, когда открыли закон действия массы, так называемый, потом температурная зависимость, арениус. Второе, когда начали изучать комплексные химические механизмы, и здесь ввели понятие цикла и каталитического цикла, или циклная реакция. Эти два концепта, они соединяются с тем, что цикличность – это очень важно. И, наконец, когда, так сказать, химия приобрела математический язык уже окончательно, ну вот, это наше время, и, так сказать, я принимал участие в этом, так сказать, в этом динамическом процессе. И когда, значит, в частности, занимались колебаниями в химии, когда Пригожин начал говорить о диссипативных структурах, когда химический хаос, ну вот, так сказать, это был период такого штурма и натиска порядка 30-40 лет назад, ну, в каком-то смысле он уже продолжается, потеряв свою остроту. Ну вот, и есть новая волна химической динамики, которую, как говорится, мы сейчас переживаем. Ну вот, первый период – это два великих норвежца и один голландец – Гульберг Ваге и Ван Гофф. Значит, в Голландии, в Норвегии научные достижения – это Гульберг Ваге и Анзагер. Это, так сказать, близко кинетическая термодинамическая такая команда. Ну и Ван Гофф, Нидерланды, значит, такой физико-химик, первый вариант Норвежской племени. Вот Гульберг и Ваге, два года норвежца, женатый, кстати, на двух сёстрах такой, и друзья. Значит, и вот Ван Гофф, такой химико-математический гений, которые друг другом спорили, как ни странно. И причём спорили очень жестоко, а мы объединяем их в один закон действия массы. Значит, в чём дело? Значит, вот есть понятие химический механизм. Откуда оно? Из большого уважения к механике. Потому что считалось, что механика после Ньютона, после Лапласа, механика всё объясняет. И точно так же, вот как Лаплас говорил, что будет время, когда химик объяснит реакцию так же, как Ньютон. Ну, это что так? Квантовая механика. Да, но не в этом деле. Но идея была, что механизм химический, ну, вот под ним лежит механика. И они написали закон действия масс. То есть, чтобы взаимодействующие вещества, они характеризуются активными массами, они подразумевали по ними концентрации, и дальше вот они просто вводили понятие масс. Ну, и так вот чьи. Вот их цитата из них. In chemistry like in mechanics, the most natural deturned forces. То есть силы. Идея силы. Силы. Ну вот. Дальше. Ну, значит, вот они написали общее уравнение. Написали сначала для равновесия, потом для реакции. Я прошу прощения. А Ван Гофф с ними спорил. Он говорит, это не химично. Надо освободить химию от механики. И надо действовать через химические, фактически столкновения или, так сказать, трансформации. Ну, он взял понятие реакции первого порядка, второго порядка, третьего реакции. Вот. И он пишет открытым текстом, что я не беру концепцию масс-экшен. То есть он спорил. Но фактически мы каким-то образом соединяем эти две теории и не обращаем внимания. Мы забыли об этом великом споре. Вот. То есть мы используем натуральную классификацию реакций разного порядка. Используем для элементарной реакции так называемый закон двух норверсов. И скомбинировали их. Ну вот. Потом, в это время, когда, значит, стали... Вот совершенно неясно, значит, я все ищу в литературе, кто первым использовал понятие сложный механизм. Механику стали использовать Гульберг и Аги, а вот механизм как таковой, значит, вот это очень непонятно. Он как-то появился откуда-то, откуда-то. И вот, когда стали писать сложный механизм, то стали думать, ну, во-первых, стали писать интермедиаты. То есть поняли, что вот реакция между водородом и кислородом, она не происходит как-то между двумя молекулами, она происходит через какие-то активные частички. Не, так сказать, ну, например, с неспаренными электронами, радикалами. А потом, что же с ними делать, с этими частичками? И тогда придумалась такая вещь. А надо написать, что их скорость изменения равна нулю. Понимаете? Ну вот, и это придумал, как всегда придумал один, распространил другой. Это называется правило Боттенштейна. Но это придумал Чепмэн, а Боттенштейн был его распространителем. И, короче говоря, это называется квазистационарным состоянием. И это квазистационарное состояние, надо сказать, оно применяется во всех науках. То на какие-то быстрые состояния скорость пишется равная нулю. И в нашей науке у меня есть, так сказать, автор по жизни, Саша Гармай, он говорит, я скорее выучу, чем это люди поймут. Потому что это пишется, и это все применяют. Но понимание строгое математическое пришло, ну, где-то начало строиться в 50-х годах на основе специальной теории дифференциальных выравнений. И до конца в химическую среду это, так сказать, не вошло. Хотя это все уже, это все ясно, как это получается. Все ясно. Это получается на том, что есть все системы реально сложные, они имеют большую разницу. То ли в концентрациях, то ли в константах. И из-за этого получается разделение времен. Разделение времен. Но аккуратно, провести это математически, это так казалось непросто, и непросто, так сказать, это понять. Ну вот. Так вот, парадокс, вот этот парадокс в квалифицированном состоянии. Вот этот Макс Бутенштейн. Это следующая фигура. Ну вот. И фактически, вот я говорю о трех волнах, это классическая эпоха, значит, эпоха химических механизмов, и, наконец, наша математика, условно говоря, математическая эпоха. И три типа химической кинетики времени. Это прикладная кинетика, детальная и математическая. Прикладная кинетика – это то, что мы делаем, ну, когда мы внедряем в промышленность, нам нужны какие-то модели. Детальная кинетика – это то, что мы разбираем реальные процессы, сложные процессы, а математическая – ну, мы исследуем математические модели. Ну, это я. Вот, например, простейшая реакция, которую учат в школе два водорода и один кислород дваждого, вот она протекает по меньшей мере через 30 реакций, в которые есть радикалы, в которые есть радикалы, то есть соединения с диспальными электронами, H, OH, H2, вот такая сложность. Ну, реакции горения сейчас считают, как всегда считают, вот именно через такие сложнейшие механизмы. Теперь, значит, вот этот человек фактически начал научное исследование катализа в системе газ-твердое. И сейчас журнал называется в его честь Ирлигнер. Значит, что понял Ирлигнер? Вот реакция, например, окисления водорода на платине. Где происходит реакция? Реакция не происходит в газовой фазе. Реакция не происходит в теле платины. Реакция происходит на поверхности. Вот поверхность – это место, самое активное место, это место, где ненасыщенные валентности, то есть это такой методологический урок. Поверхность двух фаз – это самое активное место. Вот, собственно, он это понял. Значит, Николай Семенов и Серил Хиншин-Вуд, они, значит, перенесли идею цикла, которая как-то, так сказать, возникла в начале века, они перенесли на реакции газофазного окисления, то есть и вот возникло, таким образом, два понятия. Есть каталитический цикл и есть цикл вот в газовых реакциях. Казалось бы, и Семенов держался одно и то же время, одно время такой идеей, что, дескать, вот каталитический цикл и цикл и реакции – это одно и то же. Ну, так сказать, в Полевике Семенова и Темкина был такой великий русский ученый, великий советский ученый. Значит, разница выяснилась была, потому что, грубо говоря, каталиты, катализы промежуточные вещества, они стабильны. То есть, на поверхности платины кислород будет сеять вечно. А вещества, которые участвуют в цикле, в цикле, так сказать, в цикле этих газофазных реакций, эти все вещества не стабильны. Ну, вот, собственно, я проскочу. Вот эта фигура Резерфорда Ариса, она, значит, исключительно интересна. Это английский джентльмен и американский, так сказать, деловой ученый, который одновременно был замечательным полиографом. Я его знал лично много лет. Вот. И он создал фактически математическую химию вместе со своим учителем Амунсеном. Они работали в Миннесоте. Это была замечательная школа. И человек прекрасный, гуманитарно образованный. Каждый год он ездил в Европу, работал в монастырях над древними рукописями. Его характеризует такая особенность, к своему шестилетию он написал большое стихотворение для каждого из своих аспирантов, учеников и издал целую книгу. Ну, вот такого другого прецедента я не знаю. Он написал несколько книг и вообще его роль трудно переоценить. Ну, экспериментальные вот это обычные приборы, которых изучают время, это либо прибор смешения, либо прибор смешения с протоком, разные протоки. А вот, значит, есть такая трубка, это простейшие приборы, значит, называются они реакторы идеального смешения, вытеснение, дифференциальный реактор. И очень любят сейчас изучать импульсные реакторы, в которых, так сказать, есть транспорт, это либо конвекция, либо диффузия. Вот, значит, и я пропущу эти равнения, вот, и те, так сказать, кривые, которые мы имеем обычно в химии, вот, это простые экспоненциальные зависимости, разные суммы экспонент, значит, реакции с перескоками, реакции с, как говорится, фальс, фальс-старты, когда беги в противоположном направлении, затухающие колебания, и, наконец, вот история, которая имеет смысл рассказывать, это, значит, одно, значит, два крупных открытия, которые произошли в Советском Союзе, это цепные реакции, которые нашел Семенов, и вместе, конечно, с Хиншельвудом, за что они получили Нобелевскую премию, и реакция Белоусова-Жеботинского, которая была удостоена Ленинской премии. Ну, предыстория этой реакции, это можно об этой реакции рассказывать в отдельную лекцию, значит, такая, был такой человек, энтузиаст, Эммануил Ильевич, Симон Эльевич Ноль, у которого был брат Эммануил Эльевич Ноль, я думаю, присутствующий здесь Максим Франкоменецкий прекрасно знает их, так, Максим? Да? Максим не может ответить сейчас, он потом ответит. Да, потом ответит. Значит, это два человека замечательных тем, что были абсолютно противоположны, такой сухой, замечательный, рациональный ум Эммануила Эльевича и романтический, юношеский ум Симона Эльевича, который написал книжку о жертвах и героях советской науки. И вот Симон Эльевич Шноль всю жизнь, лет 10, по-моему, он искал колебания в химии. Ну, говорю, примерно так, вот в механике есть колебания, в радиоэлектронике есть колебания, а почему нет колебаний в химии? И вот ему сказали, так сказать, московскую сплетню, что есть человек, который нашел колебания в химии. Это был Борис Петрович Белоусов, замечательная личность, который тоже, как и Доберейнер, не имел никакого образования. И он был, есть пояс, написанная, я бы сказал, моим другом Полищуком, покойным, в химии жизни, в новом мире она опубликована, пояси Белоуса. Он был до революции, он вместе со своими родителями был в эмиграции в Швейцарии, а его родители были бомбисты, и он имел опыт делания бомб. И вот, когда он вернулся в Россию, то, не имея образования, он пошел в медицинскую химию, и его сделали начальником вот такого военно-медицинского института. Человек, он был исключительно эксцентричный, значит, и он нашел реакцию вот такого колебания, он нашел в присутствии аромата и балоновой кислоты, в присутствии ионов церия давали колебания. Опубликовать эту статью он не мог нигде, но Шноль ему дал совершенно такой, как говорится, малочитаемый сборник радиационной химии, он опубликовал эту статью, ну и все, собственно, так. К сожалению, его эксцентричность хорошо характеризует история, которую, значит, рассказывал Полищук, что он, читая лекцию студентам, периодически опускал руку с пипеткой к своему сапогу, и когда студенты его спросили, что он делает, он сказал, вот я успокаиваю ее, вот у меня снотворное, у меня тут блоха в сапоге, я ее периодически успокаиваю. Ну вот, короче говоря, значит, Шнольу сказали, что есть колебания, он приковал колебания и дал своему, не студенту, а своему сотруднику новому радиофизику Жаботинскому исследовать эти колебания. А дальше следует рассказ Жаботинского, который Жаботинский рассказывал лично мне. Значит, ну, он повторял его пару раз, в том числе и когда был профессором Брэндис университет, он сказал, что я позвонил Белоусову, когда он уже не работал в институте, я позвонил ему домой и попросил ему дать рецепт этого бармата и малоновой кислоты. А, значит, Белоусов сказал, да, и сказал, давайте встретимся, я возьму у вас рецепт. А Белоусов сказал, а зачем нам встречаться, я вам дам по телефону. Значит, и он по телефону дал ему этот рецепт и Жаботинский воспроизвел рецепт, написал, сделал открытие, то есть написал книжку «Конституционные колебания», получил, значит, в конце концов Ленинскую премию, по-моему, да, стал доктором наук, и, в общем, это был замечательный результат. Но когда он получал Ленинскую премию, то Шноль настоял, что в эту Ленинскую премию включили Белоусова. Вот такая личность. Короче говоря, открытие этих колебаний было крупным достижением, конечно, таким концептуальным достижением советской науки. Потом, оно, кстати, никак не повлияло на индустриальную химию, что, собственно, делается, но оно повлияло на биофизику и стало, так сказать, моделью исследования процессов в сердце и тому подобное. кроме того, оно очень помогло Пригожину получить, Илье Романовичу Пригожину получить Нобелевскую премию. Я думаю, что без, хотя Жаботинский, на мой взгляд, не менее, чем Пригожин за... ну, так сказать, за... ее был бы достойным. Ну, вот, значит, это вот Анатолий Маркович Жаботинский. К сожалению, его нет с нами уже 13 лет. Вот были регулярные колебания, вот были хаотические колебания, а Нобелевскую премию за колебания в окислении циона-платина получил Эртл, значит, из Германии, который до сих пор еще жив, работает в Фрисгаббер-институте. Ну, конечно, да, его значение было, значит, в том, что он снял фильм об этих колебаниях, уже каталитических, о окислении циона-платине и собрал вот такой новый эксперимент. Да. Ну, вот, собственно, вот это такая история. Теперь вернемся обратно к смыслу времени, я повторяю этот вопрос, это ли шкала или это, так сказать, выражение комплексной, комплексной последовательности химических превращений. И тут возникает большой вопрос. Ну, хорошо, все меняется, все меняется, а что остается постоянно? Есть что-нибудь, что остается в ходе времени постоянно? Ну, так сказать, конечная точка известна, в общем-то, равновесие. Но что, что остается постоянно? Ну, что остается постоянно? Закон сохранения вещества остается постоянно, закон сохранения энергии остается постоянно, ну, энтропия возрастает во времени, и мы можем сказать, что гипсовая энергия падает во времени, в соответствии старым зачатом терминами но кроме того есть принцип детального равновесия он очень важен что если есть процесс это процессы попарно уравновешивает друг друга каждый каждый из сложных процессов прямой уравновешивает обратно это очень важный процесс поэтому принцип который дает ограничение на параметры вот ну теперь на и наша главная опора конечно это законы равновесной термодинамики потому что равновесная термодинамика дает такую вещь это результате простой результате льдовича 38 года что независимо от начальных условий . равновесия при заданных при заданных количествах элементах одна и та же это очень важно ну вот и мы торцать начинаем начинаем как-то так сказать упрощать 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 пользуясь понятием лимитирования которые вели немцы пользуясь понятием частные книги им пользу понятием всех равновесия и так далее значит это отдельная можно говорить об этом но я просто проскочу это проскочу и вот есть совершенно новая вещь которая выяснилась ну уже раз солидно недавно что надо работать не с одним экспериментом а работать с батареи экспериментов из специальных начальных условий ну в частности симметричных начальных условий и когда вы работаете из батареи экспериментов то оказывается что для батареи экспериментов снова возникают законы сохранения ну это отдельная вещь это так сказать уже более оригинальная это результат работы нашей группы и значит и оказывается что значит тут есть бы тут чисто уже научные вещи значит смысл такой что вот есть кинетика и термодинамика зная термодинамику то есть знает знает закономерности конца мы не можем предвидеть как система идет к равновесию естественно зная кинетику мы должны получать вот это искомое равновесие но я повторяю зная термодинамику мы предвидеть кинетику не может но если мы делаем но это ссылка но если мы делаем серию экспериментов например мы в такой мы в такой мы в такой реакции можем провести эксперименты изначального а или изначального б и делая вот такую серию экспериментов вот мы делаем экспериментов из а так с этим мы получаем а из b получаем и b получаем а можем делать эксперименты из b получать b из из b получать а и вот оказывается что если вы возьмем вот две кривые получены из такого симметричного эксперимента перекрестные кривые то их отношения снова постоянно то есть вот что оказывается вот оказывается на литр что есть законы сохранения по научному ин варианты которые можно получать не в отдельных экспериментах а в специальным образом созданные комбинации эксперимент ну собственно это я могу сказать теперь вот значит важная вещь которая сказал что что ними что не меняется в ходе а теперь делаем процедуру стоп-тай то есть делаем процедуру остановить мгновение как это делается извините значит это мы выходим на понятие chemical calculus и chemical calculus что он попал по русски это дифференциальное счисление и финансы лечения известно сделали ньютон и лебнец но были предшественники кавалери в италии и и и в дифференциальном учислении из принцип незначительное изменение незначительное изменение и незначительным изменений значит скорость пропорциональной величине и вот для того чтобы переходить на вот это и на вот эту идею калькуруза нужен прибор который осуществляет незначительные изменения этот прибор был сделан я прошу прощения за вот этим человеком который работает силуешь и он положил свою жизнь на изобретение очень хорошего импульсного прибора ну значит и этим прибором значит теорию этого прибора занимался я в течение там 20 лет 95 года эта теория в котором этот эксперимент по-английски называется stay defining то есть вы меняете небольшим импульсом состояние калькурузатора так что она не меняется а выход вы меряете и потом делаете скажем десятки тысяч таких импульсов и в каждом из них вы ничего не меняете как будто бы ну как вырываете один волосок а когда вы делаете 30000 что это меняется и вы работаете с ними этот прибор называется темп анализ и продакс и на данном периоде он лучший прибор который мерить активность реакции газ твердое тело в таком импульсном режиме вот получается вот такая серия импульсов и анализируя каждый из этих импульсов вы понимаете как процесс меняется во времени значит я пропущу эту физику теперь скажу вот что значит по как можно судить о механизме как можно судить о механизме по по так сказать временному проявлению довольно просто вот если у вас есть параллельные процессы вот а переходит б я переходит c то эти вот а меняется прошу прощения так вот если у вас есть параллельные процессы а переходит б я переходит c ну что сказать оба а только падает боится только растут то есть ну вот это параллельный процесс а если у вас есть последовательный процесс а переходит bb переходит c а падает b проходит через максимум c c растет то есть таким образом если у вас есть максимум то вы четко можете сказать что спасает процесс это простейшая но очень важная так сказать вещь вот если у вас нет максимума то базируясь на этой информации вы говорите да наверно меня параллельные процессы но не исключено теперь вот если у вас есть сейчас знание такой если у вас есть такие процессы как хаотические колебательные или так сказать или еще какие-то основой таких процессов является стадией взаимодействия без стадии взаимодействия у вас никогда не будет никлин не будет то есть это называется так называемый ациburg сонный механизм то есть у вас скажем окисление циога для этого надо иметь отсорбб3 кислорода от сердца и взаимодействие между ними если взаимодействия между ними не будет то какая бы угодно была нелинейная ситуация, то колебаний или еще чего-то не будет. То есть мы имеем возможность сейчас на основе развитой теории говорить так, вот мы столкнулись с каким-то паттерном, вы можете сказать, что у вас за этим паттерном стоит какой-то процесс. Ну вот теперь есть, вы знаете, я уже прихожу к такой более-менее лирической стороне, есть понятие event. Вот что такое event? Ну, событие. Берлинская стена пала, или там отречение испанского короля, или принц Вильям из газет женился на Кейт Миддлтон. Ну вот, а какие event в химической механике, в кинетике, то есть временные? Ну, это пик концентрационный, скорость и пик, пересечение, затухание, возгорание, колебания и так далее, и так далее. И вот тут есть такие вещи. Вот обычно мы делим процессы на простые и сложные. Simplicity and complexity в английском. Но, оказывается, можно ввести и другие термины. Можно сказать, что есть такое simplicity, simplicity. То есть берете простую вещь, простой вопрос, простую систему, но задаете ей чуть-чуть отличающийся вопрос, и она проявляет сложные свойства. И наоборот, сложная реакция, она, если вы спросите ее, так сказать, по-другому, она проявит простые свойства. Вот, например, вот такая простая реакция АВС, то есть последовательность изомеров, она, если вы спросите о точках пересечения, как пересекаются кривые, ну, то она вам даст, например, вот такие вещи. Это линии, всего лишь линии пересечения. И, значит, когда вы спросите еще линии пересечения того и сего скоростей и концентрации, она дает вам вот такие вещи. То есть это очень простая система, о которой спросили чуть посложнее. И мой автор, профессор Мариин, нашел картину абстрактного, у нас есть слайда, абстракциониста 19-го года, которая практически идентична вот этой картинке. Да, так что наша картинка даже получше, я бы сказал. Теперь, история химического времени, ну, вот она очень кратко изложена вот следующим образом. Открыли каталийс, то есть в 110-м, значит, поняли, что это специальное явление, открыли закон ДСМС, поняли классификацию реакции, потом, значит, открыли цепные реакции, значит, предложили каталитический цикл, квазистациональная гипотеза и дальше начали работать с цепными реакциями, с каталитическими центрами и тому подобное. Значит, ну вот нынешний период, скажем так, чтобы, так сказать, ладно, не буду, не буду, значит, не буду. Вот набор химических, кинетических временных, так сказать, премий. Ван Гофф, Арениус, Остоль, Легмюр, Хиншинвуд, Семенов, Мано за физиологию, Айген за релаксацию, Анзагер, Пригожин и совсем недавний. То есть, ну, в общем, порядка, больше десяти времен. Теперь я опять повторяю, что такое, так сказать, времена. Это астрономическое время, транспортное время. Немножко порядок поменял. Время, events. Вот я добавил моменты, моменты событий. Опять, значит, говорю, что шкала или, так сказать, выражение и ответ оба. Значит, о химическом времени скорость, она функция, так сказать, скорость, это, так сказать, символизирует будущее, а будущее есть функция настоящего и прошлого. Значит, теперь вот что важно, на что повлияла химическая кинетика. Вот это важные блоки, которые целиком, значит, инициированы химической кинетикой. Это радиоактивная хронология. Потом химические цепные реакции, несомненно, повлияли на идею нуклеар, химических, ядерно-химических реакций. Потом понимание биопроцессов. Это, так называемая, модель Михайлиса Лагментена. Это целиком основано на химической кинетике, на каталистической. Теперь экологические модели, известные Лодко Вольтера. Психологические модели и, наконец, сексуальное поведение. Это, скорее, курьез. Я могу приводить, значит, цитаты из книги Вейнингера, который обобщает эту теорию. Ну, это отдельно, если будут вопросы. Ну, вот Лодко Вольтера — это знаменитая модель хищник-жертва, в которой волны жизни, так сказать, волны жизни хищника и жертвы. Хищник нуждается, так сказать, в жертве, жертва количество падает, потом хищник количество падает и так далее. Ну, вот, значит, теперь то, что я подчеркнул, что химическое время — это локальное время, это всегда комбинация прошлого, настоящего и будущего. И вот я, так сказать, почитав «Экклезиаст», я увидел там все времена. Значит, ну, солнце восходит, солнце и заходит солнце. Так, значит, это, так сказать, как ветер. В общем, это сезонное время, пожалуйста. Значит, вот, так сказать, вам цикл, который, так сказать, нынешний сезонный цикл, атмосферный цикл. Теперь «Go to the linear time» — есть два времени, есть линейное время, идет, так сказать, к тому же самому месту. «День, так сказать, смерти better than day of birth», то есть осевое время. Пожалуйста, момент. Значит, отделяется момент «Enjoy life is your wife whom you love», то есть специальные моменты, пожалуйста. «Время и events» — это самая знаменитая цитата из «Экклезиаста». Есть время жить, время умирать и тому подобное. И, наконец, я хочу закончить цитатой Альберта Эйнштейна. «Главная тайна мира состоит в том, что он будет понят». Но имею смелость дополнить, значит, повторяю эту цитату. «Главная тайна мира в том, что он может быть понят». И можно это понимание дает нам возможность добавить. Но мир все еще тайна. Ну, собственно, все. Я, по-моему, сложился в час немножко. Огромное спасибо. Будьте добры, отмените, пожалуйста, скриншеринг. И мы переходим к второй части. А где же? В первой части экрана. О, замечательно. Да. Значит, ну, еще раз огромное спасибо. Много чего было сказано. Не все было, конечно, понятно. Сейчас, наверное, разъяснится. Да, вот я вижу вопрос. Максим, пожалуйста. Пожалуйста. Он бьет. Ага. Там в левом нижнем углу, Максим. А, вот сейчас получается, да? Сейчас получилось. Что-то не получалось. Тихо. Тихо, тихо. У меня не столько... Вообще, Гриша, большое спасибо. Страшно интересно. Все особенно для меня. Хотя я сам, как таковой, химический, кинетический не занимался. Но был очень близок всю жизнь, потому что мой отец был выдающимся экспертом в этой области. И действительно, как вы правильно упомянули, я дружил с Толей Жаботинским всю жизнь. И я хотел бы несколько мелких вещей сказать. И вот, может быть, покрупнее. И, во-первых, да, и, кстати, Фридс Габбер, как для меня тоже герой. Хотя он, наверное, был величайшим злодеем и величайшим героем одновременно в истории науки. Без него, как правильно было замечено, сейчас бы без открытия им каталитического усвоения азота из воздуха, мы не могли бы иметь то население планеты, которое мы имеем. И, наверное, говорят, что было бы одна треть только можно было прокормить того, что мы сейчас имеем. Потому что азотистых удобрений в месторождении страшно ограниченное количество. И сейчас подавляющее большинство азотистых удобрений делается синтетически на основе этого процесса Габбер. С другой стороны, без него, без его изобретения вся мировая история была бы абсолютно другой, потому что не было бы Первой мировой войны, потому что Германия не могла бы, никакого шанса не было участвовать в Первой мировой войне. Ну, а, соответственно, ничего последующего не было. И количество евреев сейчас бы было, по крайней мере, вдвое больше, а то и в пять раз. Ну, это как бы здесь его вины нет. Он сделал открытие, которое, значит, позволило Германии делать динамит и порох. Он был злодей. Он был самый настоящий злодей. Вы упомянули, что он лично бегал по фронту и на Восточном фронте, и на Западном, и травил солдат противной армии газом. Кроме того, у него он совершенно не остановился, хотя Германии было строго, по Версальскому соглашению было строго-настрого запрещено заниматься разработкой газов отравляющих. Он продолжал, он был директором двух институтов, он продолжал, у него все продолжали этим заниматься, и в его институте изобрели циклон «Б». Все знают, что потом, как его потом использовали немцы. Что касается его еврейства, конечно, он был еврей, но он был выкрест. Он уже в взрослом возрасте, когда он встретил свою будущую жену, вы правильно заметили, что она была тоже еврейкой, но она еще до встречи с ним стала христианкой. И чтобы на ней жениться, Габбер тоже перешел в протестантизм, очевидно. И имеется также книжка на немецком языке, я ее не читал, по-немецки не говорю, но я читал про нее разные отзывы. Один немецкий исследователь, страшный скандал, это вызвало Германию. В Германии, естественно, он герой. В этой книжке доказывается, что он убил жену. Она не застрелилась, а он ее убил. Это остается, конечно, недоказанным, но судя по его характеристикам, он вполне мог это сделать. Он там имел афер со своей секретаршей, жене это не понравилось, и он ее застрелил. В общем, он был самый настоящий злодей. Действительно, потом он был, конечно, немыслимо знаменит в Германии, он действительно был сумасшедшим немецким националистом. И когда его выгнали со всех постов, то Макс Планк, который был тогда директором кайзера Вильгельм Гезеншафт, он ходил к Гитлеру специально просить за Габбера. Рассказывает, что без Габбера вообще Германия бы ничего не стоила. И он самый человек, никто никогда не сделал больше для Германии, чем Габбер. Никто. И Гитлер, значит, он пишет в своих мемуарах Планк, что Гитлер стал орать, что хоть одного, если оставить, то он всех, значит, приведет еврей. И у него пена пошла изо рта, и Планк тихо-тихо по стеночке ушел из кабинета Гитлера. Да, действительно, потом он уехал. Он все-таки был, насколько я понимаю, то, что я читал, он был все-таки один из коллег. Его действительно все ненавидели в Англии и Франции, потому что он убил столько их солдат и вообще за все его эти дела с газами. Но один все-таки коллега его взял в качестве то ли лаборанта, то ли постдока в свою лабораторию. И он какое-то время в Кембридже провел. И потом к нему приехал Вайцман, сам лично Хайм Вайцман, и предложил ему ехать в Палестину. Тогда это был не Вайцманский институт, он как и по-другому назывался, естественно. Вайцман был еще жив. Но и он согласился, и действительно по дороге остановился в Швейцарии посетить каких-то своих родственников. Все это правильно. И умер, короче говоря. Это что касается Габера. Хотел сделать несколько замечаний. Теперь, что касается Белоусова-Жаботинского и колебательных реакций химических и Вольтера Лодка. Значит, вот это я все знаю с детства, поскольку мой отец этим занимался. И фактически все-таки в области колебательных химических реакций в Советском Союзе, по крайней мере, в мире, значит, пионером был Лодка. Но тут я не понял, как вы сказали, что то ли химическая кинетика привела, в частности, к Вольтера Лодке, так сказать, к этой экологической ситуации, жертва, предейтор и жертва, или это наоборот. Так вот было наоборот, насколько я понимаю, что модель сначала, Вольтера Лодка, математическую модель сделали вот этого, значит, кинетики. Это жертва и предейтор, а Лодка… Дело в том, что уравнения абсолютно одинаковые кинетические для химической реакции и для вот этой вот ситуации. И они изучали это математическое, значит, эти уравнение для этой задачи. А Лодка сообразил, что уравнения же те же самые, это тоже нелинейные уравнения по сути своей, значит, mass action law. И он первый это применил к химическим реакциям и первый заявил, что химические реакции могут быть колебательными. А потом, значит, мой отец, Давид Альберт Шангемецкий, он… Это еще все было, естественно, до войны Второй мировой. Он это стал этим заниматься. Он это делал, занимался и теоретически, и экспериментально. И в 1940 году он опубликовал статью в журнале физической химии, по-моему, обзорную статью уже по этим колебательным реакциям. А в 1947 году он опубликовал эту книгу, которая называется «Диффузия термопередачи в химической кинетике». Это 1947 года, и здесь есть последняя глава специальная, которая так и называется, глава 10, «Периодические процессы в химической кинетике». То есть он это… Потом эта книга имела множество переизданий, она расширялась и на русском, и на английском, и на немецком, и на разных языках. И, значит, он… Эта книга, последнее ее издание было изменено, так сказать, немножко изменено, чуть-чуть поправлено, потому что отца уже не было, он в 1970 году умер. Это было в 1987 году, уже я занимался этим изданием его книги, там я внес те исправления, которые он перед смертью сделал в последнем издании «Прижизненном». И уже потом она переиздавалась уже, как она есть. Что касается теперь Белоусова и Жаботинского, значит, Жаботинский был совершенно замечательный человек. Он, значит, здесь много лет проработал, как вы сказали правильно, в Брандайсе. И он был исключительно преданный науке человек. И с Белоусовым действительно история совершенно удивительная, потому что вот он открыл эту свою реакцию. И… Но он ее… Тут вы немножко не то, что Шноль его уговорил опубликовать. Ничего Белоусова, видимо, уговорить ни на что было невозможно. Он был чрезвычайно упрямый мизантроп. И он ни с кем не общался. Вообще нет ни одного человека, неизвестно, который бы его видел в жизни. И он был очень засекреченным. Он был генералом, по-моему, или полковником. Генералом. Генералом, да? Химической защиты. Он работал в институте биофизики Минздрава. А это был совершенно секретный институт. Я хорошо его знаю извне, потому что он был рядом с Курчатовским институтом, где я работал и где рядом я жил. Недалеко, рядом с Москварикой, там, в районе Щукино. И он был абсолютно секретный. Сугубо, гораздо более секретный, чем, скажем, Курчатовский институт. Это был, по-моему, Минобороны вообще. Он назывался Минздрава, а реально это был Минобороны институт. И он был очень засекреченный. И он ни с кем не встречался. И он, но он понимал, что он открыл что-то очень-очень значительное. И он пытался это опубликовать. И он посылал статью свою. Это об этом пишет, по-моему, Шноль, когда она им пишет. Он посылал свою статью в химические журналы. И она неизменно отфутболивала. И говорили очень просто. Все говорили одно и то же. Это противоречит второму началу термодинамики. Этого не может быть. Ни одному этому мудаку, который это писал, не пришло в голову попросить Белоусова продемонстрировать ему эту реакцию. Ее же глазами видно, что колебательные изменения цвета происходят. Просто это было... Никакого отношения к равновесию не имеет. Это была неравновесная ситуация сугубо. И, конечно, эти колебания не проходили бесконечно долго никогда. Но достаточно долго. И вот так... Он безумно на это обиделся. Он замкнулся. Единственное, что он опубликовал, он опубликовал тезисы. В каком-то сборнике он опубликовал... Продолжение вне жизни. Он опубликовал маленький вот такого размера абстракт своей работы, где не было никаких уравнений, никакого состава, что надо использовать, ничего. Поэтому основная задача у Шноля, который был руководителем Толи Жаботинского, и у Толи Жаботинского было вытащить из него этот рецепт. И, в общем, рецепт он дал, но встретиться он с ними тоже наотрез отказался. И Толи Жаботинский в жизни не видел Белоусова. А что касается Ленинской премии, то действительно ее включили, но посмертно. К тому времени уже Белоусов умер. Он был включен туда посмертно. Ну, собственно говоря, это, пожалуй, все, что я хотел заметить. Очень интересно. Спасибо. Большое спасибо. Да. Можно мне сказать что-то? А, Василь, да, пожалуйста, конечно. Ну, прежде всего о Хаббере я хочу сказать, что, ну, в общем-то, у нас, мне кажется, с Максимом у нас тут нет противоречий. И я его считаю злодеем таким. Но я когда работал во Фрица Габбера, это было дважды, по-моему, один раз в три месяца, один раз в три месяца я работал. Меня интересовал такой вопрос. Почему они оставили имя Фрица Габбера? Все-таки они все знают, они институты. И я до конца этого не понял, но я не понял, но была у них, по-видимому, дискуссия в 60-х годах, как называть этот институт. И они когда-то, так сказать, ну, в общем, приняли такое решение. У них было две дискуссии. Одна дискуссия по Фрицу Габберу, там, общественная, причем она выходила на странице газет. А вторая, как называть площадь, можно ли называть площадь именем Мерлин Дитрих. Они долго сомневались, но в конце концов, вот они приняли такие решения, что Мерлин Дитрих они назвали, и им институт. Вот как-то у них были связаны эти дискуссии. Ясно, но они, это же понятно, у немцев, это же ясно, у них все, это совершенно... Если перестать, если перестать называть именами злодеев в Германии что-нибудь, то ничего не назовешь после Второй мировой войны. Поэтому это понятно. Но он все-таки наряду со злодейством великий благодел. И, как правильно тоже вы заметили, это меня тоже всегда немножко поражало. Эйнштейн был его близким другом. Они переписывались уже, значит, буквально вот. Он долго не жил при нацизме, он очень скоро умер, но, во всяком случае, уже те годы небольшие, которые прошли с момента Эйнштейна, когда Эйнштейн переехал в Штаты и Гавер умер, они переписывались очень интенсивно, они были очень близкие друзья. Объясняется, по-видимому, есть такой великий знаток Эйнштейна, это Беркович, но объясняется это, по-видимому, тем, что он сыграл роль в его личной драме Эйнштейна. Как-то, когда Эйнштейн разводился, он участвовал в этом. Но теперь я, так сказать, очень извиняюсь, книжка Франка Минецкого – это великая книга. Действительно, я на ней учился, на этой книжке, и она произвела большое влияние и на американскую науку, она издана была дважды, по-моему, она в Америке была издана, и второе издание тоже было издано в 60-х годах. Это действительно была великая книжка, в которой он, кстати, говорил о эквазистационарности, о многом. Единственное, что я сейчас не помню, ведь то, что сделал Жаботинский, касается изотермических колебаний. Понимаете? И, так сказать, то, что, понимаешь, в кинетике обычно изотермическая кинетика. А у Франка Минецкого, у вашего отца, там все-таки есть и неизотермические. Во первом издании. Да, неизотермичность. Может быть. Я так хорошо это не знаю. Может быть. Но у него уже в следующем издании, который был в 60-х годах, там уже есть специально много очень про... Появились люди, которые говорят так, которые говорят так, слушайте, чего вы, так сказать, выставляете на щит Белусова и это самое. Ей был Брейли Бхавский. Понимаете? Брейли Бхавский, 21-го года. Брейли Бхавский, там Перманганат, тоже были эти самые. Потом были реакции... Я сейчас не помню. В общем, пропана. Короче, как всегда, находятся предтечи. Понимаете? Ну, конечно, безусловно. Было ртутное сердце. Потом, вы, наверное, знаете, претензии Вольтера Сальникова, скажем. Вольтера Сальникова. Они, так сказать, претендовали, что они раньше все сделали. Сальников был учеником и у отца. Да, да, да. Но они с нейзотермичными. Они с нейзотермичными. Он как раз, как бы, он же тоже, у него же тоже были неприятности большие. Ему не удалось защитить диссертацию. Отец был руководителем, а он должен был где-то в 40-х годах защищать диссертацию химфизики. И его завалили. Химики его завалили. И он поехал в Горький, и там у Андронова защитил диссертацию. И там Вольтера был такой еще. Ну вот. А кроме того, была такая книжка, которую признавали еретической. И она, наверное, такая, Шемякин. Периодические процессы в химии. Довоенная книжка, в которой он, этот Шемякин, чем он вызвал, он установил аналогию между уравнением диффузии и уравнением Шрёдингера. И он говорил, очень рад. Сейчас есть и японская такая книжка. Есть целое такое движение, что здесь вот уравнение диффузии, формально оно уравнение Шрёдингера. Но там уравнение Шрёдингера мнимое решение, но они не обращают на это внимания. Так, вот эти периодические решения, это и есть кванты. Понимаете? То есть он, во всяком случае, этот Шемякин стал говорить о чем-то вроде диссертативных структур гораздо раньше. Ну, короче говоря, но обратили внимание на Белоусова-Жеботинского. Это, так сказать. Сейчас, извините, это страшно интересно. Просто несколько рук подняты. Давайте, может быть, чуть потом вернемся к этому. Если вы не возражаете. Хорошо, Максим? Конечно. Хорошо. Спасибо вам обоим. Да, Лев, пожалуйста. Меня слышно с чем-то? Да, слышно. Ну, я постараюсь коротко. Я никоим образом не химик. Но мне приходилось иметь дело с поравнениями Белоусова-Жеботинского. Я немного был знаком с Белоусова-Жеботинским и был в Пущине, и там Валик Ринский этим занимался, потом и другие люди. Я это делал с другого конца, с биофизики и, в общем, просто с электрических систем. И вот эти вот уравнения, это же автоколебание, то, что называется, пример. Поэтому действительно это совершенно неравновесная система. Вот, но я просто хотел упомянуть одну вещь. Вот вся эта наука, которая там пошла, и у Пригожина, и все. А из нее, ну, не совсем из нее, но из подобной науки, потом вырос вот этот самый нелинейный хаос в малоразмерных уравнениях. Хаотические колебания, которые потом тоже были очень модными одно время, и сейчас, как правильно вы сказали, они тоже ими занимаются, но уже без особенной моды. Так вот, в химии наблюдаются такого рода хаотические реакции, которые могут быть описаны как-то аналогично вот тому, что в физике или в биофизике. Вы, наверное, знаете это, если можно, поясните. Вопрос. Ну, во-первых, вы знаете, как всегда, находятся предтечи. Говорят, что хаос, работа, все люди, которые занимались хаосом, они ссылались на работу Лоренса 63-го года, тоже уравнение, относящее… Да, 53-го года. 63-го. Ну, и… Ну, можно было. Но потом нашлось и у Пуанкаре это, понимаете? Это же все нашлось у Пуанкаре, то есть идея большой чувствительности, идея систем, которые, так сказать, расходятся. Ну, Пуанкаре вообще все сделал. Вот, и тогда это общий научный вопрос. Это такой, что, дескать, был Декарт, который, от которого, так сказать, Декартовская, так сказать, что задал начальные условия, задача Каши, и ты получаешь все, так сказать, все определяется начальными условиями. Но оказывается, есть системы, которые нелинейные, которые очень чувствительны к начальным условиям. Вот о них я и спрашиваю, что о них известны в химии. Есть в химии такие системы, они найдены. Ну, выкисление циона, платины, есть такое. Ну, есть такая область. Но сказать, чтобы это имеет хоть какое-то индустриальное приложение или что-нибудь, что-то можно сделать, нет. Это просто на данном этапе это некоторая игрушка, которая, ну, она интересна, скорее, для биофизиков, ну, режимы сердца, там, то, все, чтобы, так сказать, это самое. Но в химии, во-первых, индустрия избегает этого, понимаете? Она должна избегать этого, понимаете? Есть только отдельные процессы, которые специально ведутся в таком нестационарном режиме и в неустойчивом режиме. Но в целом, ну, это же, так сказать, это с точки зрения безопасности исключительно опасно. Я бы сказал, что, ну, показали, есть несколько таких процессов. Ну, вот в том, в дом близком, окисление циона на платини, которое является модельным процессом химии, или окисление водорода на платини, там есть такие процессы. Для того, чтобы получить такой процесс, надо, так сказать, для того, чтобы получить колебания в обычной системе, нужно три уравнения. А для того, чтобы получить, значит, ну, так сказать, хаос, нужно, ну, четыре уравнения, понимаете, скажем так. У Лоренца было 5к. Нет, у Лоренца три уравнения, но они не химические, они не имеют химического смысла. Нет, они для атмосферы вообще написаны. Они не имеют, если сказать, что есть так называемые автокаталитические реакции, то вы можете получить на трех уравнениях. Но если сказать, что у вас есть уравнения типа законодействия массы, то это самое. Короче говоря, это была, в принципе, некоторая интересная игрушка, на которой получили нечто, ну, показали, есть нечто, но для жизни она не нужна. Понятно. Да, понятно. В общем, действительно, минимум нужно на три. Я могу только добавить, что был такой радиофизик Глеб Вайнштейн, который говорил так, что не успеешь что-либо сделать, как сейчас же набегут предшествия. По-видимому, это везде так. Правильно, правильно. Да, ну, большое спасибо, очень интересно. Спасибо. Ну, тут важно понимать, вы понимаете, не то, что были предшественники, а что понял человек. Вот Жаботинского роль такая, он систематически представил данные и понял, по крайней мере. Да, я согласен. Это, как говорится, кто открыл Америку, матрос в бочке или Колумб? Понимаете, матрос в бочке увидел, а Колумб, ну, что-то понял, понимаете, и то не все. Не все. Спасибо, фраза как раз. Слава, пожалуйста. Да, можешь говорить, уже нету мюта. Добрый день, меня зовут Слава Бродский. Я так же, как и Лев, мог начать вот с таких же слов, что я не химик, но приходилось. Мне тоже приходилось. Я, может быть, хочу рассказать одну такую забавную историю про химическую кинетику. Ну, где-то во второй половине прошлого века, знаете, в России, в советской, очень модно было спорить по разным вопросам. Ну, там спорили физики с лириками, знаете, или там, есть ли жизнь на Марсе, или может ли машина мыслить. Ну, вот один из таких споров был спор, как подходить к оптимизации технологических процессов, ну, скажем, химических технологических процессов. Значит, кто-то говорил, что надо, говорил, что, знаешь, вот есть такое новое направление, называется black box. А противники этого говорили, какой там black box. Надо, значит, идти в механизм явления и, значит, строить кинетические уравнения. Вот тогда мы, потому что мы знаем механизм, как это происходит, все, мы построили кинетические уравнения. Ты нам там поможешь решить эти уравнения. Я говорю, конечно, помогу. Поможешь нам найти константы, там, это экспоненциальные множители, константы энергии активации, там, все такое прочее. И тогда, тогда мы уже сможем научно, как бы, подходить к процессу оптимизации, к оптимизации технологических процессов. Ну, вот начинаются эти истории всякие. Каждый раз, как бы, я наблюдал, что вот эти химики, которые радовали за изучение механизма явления, в частности, значит, изучение кинетики, они как-то не очень хорошо понимали, что же у них в результате получается. Ну, вот, скажем, после таких там разговоров долгих, они приходили ко мне и говорили, ну, смотри, у нас там есть вот пять реакций, которые, скорее всего, имеют место. И вот в результате этих пяти реакций, там, какие-то начальные вещества мы подаем, в результате этих пяти реакций получается вот конечный продукт. Вот, значит, ты составь эти уравнения, и все будет в порядке. Мы можем оптимизировать технологический процесс. Ну, я говорю, я спрашиваю, а действительно вот эти пять реакций описывает все это евреи? Они говорят, да, да, можешь не сомневаться. Правда, вот там в соседней комнате считают по-другому. У них там еще какие-то две реакции есть. Но ты можешь не сомневаться, что правы мы, а не они. Ну, тут кто-то подключается, еще один там умный парень говорит, подожди, а зачем нам спорить? Ну, значит, у вас пять реакций, у них две реакции. Включите все в одну кучу, у вас будет семь реакций. А решение уравнения само покажет. Если там эти реакции не имеют места, ну, у них будет этот предэкспонсиональный множитель равен нулю, и все, так сказать. Это само собой получится. Ну, хорошо. Я, конечно, понимаю, к чему это приведет, но соглашаюсь, предположим. Вот они мне там через месяц, я говорю, ну да, определять уравнение мы составим, но кинетические константы, чтобы определить, надо, значит, экспериментальные данные какие-то иметь. Они говорят, да, это может не беспокоиться. Ну, где-то через месяц приносят, там, пять опытов каких-то. Ну, я начинаю им объяснять, слушайте, ребята, пять опытов, а у вас там в первом варианте было десять констант, пять уравнений, да еще десять констант, да еще два, это, значит, четырнадцать констант. Там как-то не солидно. Ну, значит, мне приходилось искать там среди химиков людей, там, так сказать, более-менее образованных, которые там хорошие ученые были, которые там математику даже там неплохо знали. Ну, вот с ними контактируя, значит, там я им начал говорить, что смотрите, на самом деле эти уравнения все нелинейны по параметрам, но линейны по параметрам в случаях очень легко там определить. Там просто часто получается, что эта матрица моментов, по-другому называемая информационная матрица, она просто сингулярна. И тогда ясно, что генетические константы, и то, что нельзя определить, а наоборот, можно определить, но решение не единственное, в случае нелинейных систем это немножко сложнее. Ну, вот я начинаю там давать какие-то советы, как можно было к этому подойти, а мне этим заниматься не хотелось, потому что я в другой области там работаю. Но и получалось так, что вот с одной стороны вроде мы процесс оптимизации подходили, со стороны изучения механизма явления, но когда эти константы мы получали, якобы, которые хорошо описываются в ситуации, то получалось, что, ну, об этом даже там не все химики понимали, что такое бюридный обыск. Там, скажем, в нелинейных системах это репсоиды, бюридные репсоиды, а в кинетике это типа такие бананообразные какие-то сложные области. Поэтому, когда вы, например, решая там, предположим, каким-то образом поисковую задачу по определению параметров кинетических уравнений, вы получаете какие-то значения, это не значит, что если вы получили, скажем, 5,25, что это действительно 5,25, а эта константа может быть равна 100, понимаете? Потому что никто даже не смотрит, как смотреть на эти бананообразные области и вообще насколько далека, насколько близка эта информационная матрица, которую тоже можно оценить как символярные или несимволярные. Ну, короче говоря, вот этот уровень, меня немножко это все обручало, и этот уровень химиков, изучающих химическую кинетику, как-то невозможно, он был очень, в каком-то смысле, на низком уровне, и это очень трудно было подвинуть. И, ну, я имел некоторых коллег, которые, как мне казалось, могли бы с этим справиться, и я им, так сказать, давал как бы направление, в котором можно работать, и советовал, значит, идеи всякие. И, в частности, вот когда я уже был в Америке, там я с ними созванивался, говорю, ну что там, чего-то вы сделали в этом направлении? Они мне говорят, да нет, Слав, ты знаешь, у меня вот книга недавно вышла, «Оптимизация технологических процессов». Я тебе пришлю, потрясающая пешка, а вот с тем мы так и не справились. Ну вот, собственно, я не знаю, каково сейчас, так сказать, как сейчас. У тебя вопрос, ты хочешь сказать, что все так хреново 50 лет назад, и у тебя вопрос, как хреново сейчас? Так примерно? Нет, в сущности, даже вопросов нет, я просто хотел рассказать вот такое. Я могу что-то сказать, но очень кратко. Да, давайте кратко. Я хочу сказать, ну, какая-то, какой-то некто, я ответу на ваши сомнения, я, может быть, посвятил жизни, понимаете? Вот одна из книг, которая написала, называется «Кинетика химических реакций». Я не знаю, видно, да? Ну, и, в общем, в Советском Союзе работало несколько команд, которые, как говорится, нашли взаимодействие. А философия, вот, скажем, химии жизни, мне приходилось писать еще в 80-х статьях с Сашей Горбанем статью под названием «Химик и математик. Взаимодействие и конфликт», где все вот эти вопросы, трудности, взаимодействие математикой и химикой, разная мотивация, разные психологии, вы найдете, если вы не найдете, я вам пошлю ее. Это она, она в химии жизни в 80-х годах. Химия и математик, взаимодействие и конфликт. Есть такая статья. Понятно. Потом мы на эту тему писали. Конечно, химики не знают одного, математики не знают. И надо переводить общую, так сказать, задачу, потом задачу решать и тому подобное. Ну, в химии есть химия, вообще наука насквозь математизированная. Поскольку есть простые вещи. Молекулы состоят из атомов, это матрица. Потом вводится понятие, надо очень четко различать наблюдаемое и предполагаемое. Вот наблюдаемое обычно концентрация веществ, а реакция – это предполагаемое. Понимаете, мы не наблюдаем скорость реакции, мы наблюдаем скорость изменения вещества. И если ваши химики, да и вы, Слава, если бы вы это твердо знали, то вам было бы легче. Понимаете, что-то четко разделить, поставить перед экспериментацией, что они наблюдают. И как это можно интерпретировать в терминах, так сказать, модели. Потому что с этого надо начинать. Понимаете, задачу надо как-то так. А так в вашем изображении получается так, что умный, скептичный человек сталкивается с дураками и не знает, что с ними делать. Так оно прозвучало. Правильно? Примерно. Нет, не совсем так. Там, на самом деле, одна из идей была такой, что вот чтобы уйти от этой несангулярности, есть такая аналогия, знаете, например, если у вас есть комната, которая плохо освещена. Я хочу сказать, но общая ваша, так сказать, саркастическая улыбка, она состояла именно в этом. Что вот я такой, а вот они такие, ну вот так вот, как-то так. Ну, если вести такое, конечно, вы могли быть умнее. Да и сейчас вы, наверное, умнее тех, которые... Но задача в том, чтобы уметь переводить, так сказать, в общее непонимание, в задачу. А обладали ли вы таким умением? Скорее всего, нет. Понимаете? Я говорю об аналогии некоторой. Вот есть темная комната, и надо в ней повесить. Сейчас, жизнь работала. Сейчас, Григорий, давайте по очереди. Слава. Я говорю об очень интересной аналогии. Есть темная комната, и надо повесить в ней лампочки, чтобы ее осветить. Ну, один способ просто вешать так равномерно, и все. А второй способ начинать понемножку такие неяркие лампочки вешать и смотреть, где есть самые темные места, где невозможно, например, читать. И вот там, где самое темное место, туда маленькую лампочку повесить. И опять посмотреть, где самые темные места. Найти это темное место и туда повесить тоже лампочку. Вот такая аналогия очень хорошо могла быть применена к изучению кинетики. Потому что надо уметь анализировать вот эти бананообразные области и уметь определять те области, где предсказанное значение очень сильно отличается от реально. Ну, так вот там проводить дополнительный химический эксперимент. Так это и делают? Почему вы думаете, что это и не делают? Почему вы не думаете, что это не делают? Нет, но я хочу сказать, что начинать надо с того, что вы измеряете и какие модели вы хотите. И ясно, например, что люди тут начинают согласование. Но для этого должна быть работа грамотного математика, лучше аналитика, а не просто прикладного математика. А и грамотного химика, и готовность к изменению своих взглядов в ходе работы. А взаимное, так сказать, недоверие и сарказм, они не помогают работе. Ну, вот как-то так. Ну, ясно. Моя основная мысль заключалась в том, что необязательно идти от механизма явления к каким-то практическим заданиям. Совершенно правильно, совершенно правильно, абсолютно правильно. Но есть такая наука, которая этим занимается, она называется термодинамикой. Даже методы вот этого Байкбакса тоже может быть... Термодинамики нет, вы знаете, термодинамики нет. Сейчас, Григорий, извините, пожалуйста, и Слава. У меня ощущение, что это уже мы въехали глубоко. Григорий, я не знаю, вы, наверное, в курсе, что Слава, специалист по теории эксперимента, опубликовал книгу. И в этом смысле для теории эксперимента вообще никакой науки не надо. Ставь эксперименты, только правильно, лампочки вот так расставляй, и все будет хорошо. Так что, я думаю, это большой разговор. Вы можете его локально провести друг с другом. Слава, это все, да? Больше нет вопросов? Да, конечно. Спасибо большое. Ну, если вы не возражаете, то еще много поднятых рук. Спасибо. Толя, пожалуйста. Я ожил. Спасибо за доклад, Григорий. У меня такой интимный вопрос. Интимный с точки зрения атомов водорода и кислорода. Как они спариваются? Вы говорите, что нужна платина для этого. Ну, позолотить ручку такое, так сказать, в народе существует выражение. Так вот, в самой формуле H2O платина не участвует. Значит, количество платины вроде должно оставаться после такой реакции одним и тем же. Правильно? Речь идет о чем? Адсорбция существует. Кислорода и водорода на платине. Адсорбция. А в адсорбированном состоянии они реагируют. Так вот, скажите, количество платины уменьшается или нет после реакции? Ну, смотря в каком приближении. Понимаете, если, так сказать, на небольших временах, то, конечно, так сказать, оно то же самое. Потому что цикл, ну, количество платины, платины в обычной ситуации мы имеем дело в том, есть активные центры платины, так, есть платина, которая включена в адсорбированное состояние кислорода, и платина, которая включена в адсорбированное состояние, скажем, водорода. Сумма вот этих платин, свободные платины, платины, адсорбирующий кислород и платины адсорбирующий водород, она постоянно. Сумма всех платин. Так вот, представим себе, что они спарились в одну молекулу и улетели, и мы о них забыли. Количество платины уменьшилось? Нет. Количество платины, кусок платины остался таким же точно, каким он был, да, до этого времени? Да, но при большом, если вы поставите эксперимент в течение года, платина будет пародировать. Вот для анимации она будет немножечко, так сказать, испаряться. Испаряться в результате того, что, так сказать, кислород с водородом соединились, или просто оставить платину, так сказать? Я думаю, что связи между платине, так сказать, в балк платине, в такой массивной платине, они потихонечку ослабляют. Есть такое понятие каталитическая коррозия. То есть любая реакция, если вы посмотрите на платину после реакции, так сказать, будет разрыхление, будут какие-то структуры, островки, то есть на длинном времени платина будет, так сказать, испаряться. На длинном времени. Ну, это все знают. Ну, я этого не знаю. Скажите, две вещи я хотел спросить еще. Ну, платина, когда вы производите реакцию, скажем, окисления миокана-платине, то потом платиновые сектки, через год работы их можно выбрасывать. Их крадут даже на заводах. То же самое и с автомобильными выхлопными устройствами, да? Ну, да. То есть они на какое-то время рассчитаны, не работают. Есть катализаторы, которые медленно стареют, медленно очень, в течение года. Есть в процессе крекинга, например, там вообще часы, понимаете, даже минуты бывают так. Есть разная степень старения. Деактивация катализатора – это важный процесс, который надо учитывать. Имеется в виду, что то, что получилось в результате, так сказать, уходит, не взяв с собой платины. Спор была аж 2О, правильно? Да. Не просто платины, так сказать. Сама по себе, да. Сама по себе. Вы сказали, что в процессе катализа участвуют еще третьи стороны, очень часто, которые, так сказать, скажем, в присутствии платины, кислорода, водород соединяются. Но, может, для этого нужны еще какие-то элементы? Нет, конечно, это же любой катализатор промышленный, это, так сказать, есть основной, так сказать, субстрат, но там есть добавки, которые, как говорится, ноу-хау, которые, так сказать, предмет изобретения, там, патентования, то, что такое, другое, третье, которые определяют стабильность, пластичность и тому подобное. В данном случае кислорода, водород, они же не содержат ничего, так сказать, отлетев от платины. Нет, кислорода, водород, как отлетев? Кислорода, водород, садятся на платины, так? Но они, кстати говоря, в реальности там масса добавок, скажем, сульфиды портят платину, сульфиды, так? Если есть какие-то добавки, обязательно портятся, ну вот, метан там портятся. Значит, ну, а дальше адсорбированные газы на поверхности, на поверхности, поверхность же очень хороша, поверхность содержит ненасыщенные эвалентности всякие. И на поверхности вот эти превращения осуществляются лучше. Я же вам говорю простая вещь, которую Энгмор открыл, что реакция происходит не в платине, не в ее объеме, в твердом теле, не в газе. А реакция происходит только на поверхности и при поверхностном слое. Поверхность – это особое состояние. Понимаете? Это место, как место встречи двух стран, двух цивилизаций. Особое состояние. Газ и твердое – это особое состояние. Поверхность. На ней вся осуществляется. Они ассорбируются, как только они в соседнем состоянии, кислород и водород, они соединяются, и тогда получается вода. Оставляя платину на поверхности. То есть цикл – это великое изобретение природы, которое сделали, человек вытащил для промышленности. В природе каталитические процессы идут, энзимные, но с малой скоростью. Там же тоже цикл. Простейший цикл – это такой энзим плюс субстрат дает нечто. А это нечто дает снова продукт и энзим. Понимаете? Освобождается. То есть идея цикла. И эта идея цикла вытащена независимо. Человек сделал это для промышленности с большими скоростями, чего нет в природе. То есть природа осуществила этот цикл, а человек пришел к нему сам и осуществил с большой скоростью. Вот это на рынке. Понимаете? Понял. Хорошо. Спасибо, Георгий. Спасибо. Спасибо. Да, Джозеф, пожалуйста. Меня слышно? Да, да. Значит, у меня большое спасибо. Очень интересно было. У меня такой вопрос. Это описывается дифференциальными уравнениями. И там линейными, нелинейными. У меня вопрос такой. Вот как используется теория устойчивости или теория катастроф? И вообще используется это в этой кинетике? Да, да. Конечно. Это устойчивость, это напрямую устойчивость. Так сказать, используется, ну, линейные уравнения, они, так сказать, линейные приближения, они устойчивы. Или, как мы говорим, устойчивы в малом. Понимаете? Это всегда. Я когда еще читал студентам устойчивость, я говорил, вы знаете понятие морально устойчивого? Это характеристика, вы знаете такое понятие? Морально устойчивость, так? Так вот, надо говорить, вот есть устойчивость к небольшим возмущениям, когда, так сказать, система имеет, так сказать, ну, шарик болтается в своем локальном минимуме, так? Это устойчивость к малым возмущениям. А вот если есть несколько лунок, ямок, когда большие возмущения систему выбросят в другое, более глубокий минимум. Ну, тут уже устойчивость в большом. Я говорю, вот надо разделять моральную устойчивость в малом и моральную устойчивость в большом. То есть исследование устойчивости – это стандартный блок любой динамической системы. Проверка собственных корней на отрицательность. Это нормально. Теперь, что касается теории катастроф, так называемой, то это теория, так сказать, особенностей. Ну, теория особенностей точек для нелинейных систем, мы скажем так, сингулярных. Но она, конечно, вот даже… Есть у вас зажигание и потухание. Есть две точки, так? Значит, и эти точки, они, так сказать, имеют эти особенности. Их обязательно надо. И, кстати говоря, есть очень интересная тема, когда сингулярные особенности, ну, вот эти все, которые там седл, там, все это описано в теории катастроф, пять элементарных катастроф, они прямое имеют отношение к простейшим задачам зажигания и потухания. То есть это… И это мы сделали еще в 70-х годах, я этим занимался. И на это очень хорошо реагировал Яков Борисович Зеледович, с которым мы общались. И, в общем, как-то так. В общем, это, по сути, это надо использовать. В общем, вот ответ на ваш вопрос. Устойчивость. А принцип оптимальности вы используете? Пантрягина? Да. У меня кандидатская диссертация была, я использовал принцип оптимальности Пантрягина, но это было, так сказать, чисто декоративно, я бы сказал. Есть много работ, которые используются, принципы оптимальности Пантрягина. Но, значит, я считаю, в химической промышленности все вот эти вещи, начиная вот все оптимальные принципы Конторовича, Беллмана, Пантрягина, все использованы. Но, значит, я бы сказал, что они использованы, ну, меня не очень удаляет, потому что они использованы, как бы сказать, без связи, хорошей связи с термодинамикой. То есть, на самом деле, для меня, я вот выскажу свою точку зрения, оптимальный режим в типовых ситуациях, ну, термодинамика дает максимальный выход. В равновесии максимальный выход. Но в равновесии никому не интересно, потому что скорость ноль. Так? А оптимальный режим, он дает меньший выход, чем термодинамики. Но его тренд такой же, как термодинамический. То есть, вот это интересная, так сказать, не очень, так сказать, незаконченная, так сказать, научная глава. То есть, в соответствии от оптимального режима и термодинамического. И это, если бы это было, это бы, так сказать, было бы неформально. Я бы, так сказать, вот это. А так отдельные вторжения людей, которые знают оптимальные методы в химию, конечно, есть. Конечно, да. Вот, например, американцы, есть такая группа, которая занимается finite термодинамиксом. Имеет оптимальный режим. В России ей занимался Цирлин. Ну, в Америке есть люди, которые занимаются. И Соломон занимается из Калифорнии. Так же. То есть, ответ на ваш вопрос – да. Спасибо. Понятно, спасибо. Спасибо большое, Григорий. Чрезвычайно интересно послушать. И несколько общих комментариев. В плане не столько химии, сколько формального моделирования в близких терминах к... Катализаторам. А в самых разных областях человеческой деятельности это понятие в какой-то другой форме, но присутствует. И вот как примеры, скажем, работы в психологии Тверский и Канеман с 60-70-х годов обнаруживают многие явления, которые классифицированы в десятки различных ситуаций, когда что-то происходит при наличии чего-то другого. Ну, как простые примеры. Скажем, продается два товара. Грубо говоря, доллар и 10 долларов. Ну и, в общем-то, они очень похожи, поэтому нет смысла вроде покупать за 10. И в массе люди покупают за доллар. Но если дается какой-то катализатор, так сказать, например, ставится выше этих 10 долларов несколько других товаров, 15-20, то люди уже не покупают за доллар, а покупают за 10. Ну, это как некий, можно сказать, далекий, но аналог вот этого эффекта наличия чего-то для того, чтобы пошел процесс. Процесс, в данном случае, выбора того товара, который хотят, например, сделать привлекательным в маркетинг-ресерке. Давайте, можно перебить вас, чтобы вы проявили мысль. Потому что катализатор – это наличие цикла. Это не промотирующий фарк, а вот катализатор – наличие цикла. Если это третий товар, в результате чего-то… Я не говорю о том, что здесь цикл, но в неком широком смысле, как вы сказали, что ваши процессы можно описывать на неком общечеловеческом языке, я хочу дать некоторый аналог. Цикла здесь нет, потому что это не реакция, идущая последовательно на большой массе вещества. Но это нечто аналогичное, и вместо цикла, допустим, временного, тут некое, так сказать, это переносно-пространственное действие, пускай по разным людям вместо времени. Описание этих процессов ведется точно так же, как в кинетических уравнениях. Вольпера, и с его времени, там, столетней давности, огромное количество работ пошло в социальных областях. Такого рода уравнения есть в 30-х годах в социологии, в военном деле, там, скажем, уравнения Ланкастера. Все аналогичные свойства решений исследуются, и получается, что нужны какие-то дополнительные условия, чтобы какой-то процесс шел. Ну, для военных, я не знаю, снаряды нужны, например, без которых не пойдет там правильная борьба. Да, вообще вот эта концепция, наличие еще чего-то, очень много сейчас используется, например, в политике для выборных целей. Для того, чтобы кого-то выбрали, надо, чтобы общий environment был подходящий, чтобы не было кого-то, кто, например, может переводить на себя голоса, как всякие там расщепления массы выборщиков. В формальных любых описаниях, возьмите там вообще статистический анализ. Есть понятие там probability, скажем, вероятность, но гораздо больше внимания уделяется условной probability. То есть условная вероятность, там, conditional probability, когда что-то должно быть, чтобы что-то другое шло, без этого не идет. Вы сразу ответите, то, что вы, о чем вы говорите, надо называть, я вам скажу, третье тело. Вот это влияние третьего тела. Ну, окей, пускай это будет этим третьим телом. Второе, можно говорить еще о влиянии среды. Среда, не тело, а целое среда. Пожалуйста, это то, что вы говорите, совершенно верно. Ну, катализаторы – это часть этой самой среды. Катализатор, он, вот знаете, что годится для катализатора? Понятие провокатора. Вот яга из отела. Понимаете, вот это типичная социальная. Ну, это я вообще хотел некие замечания на общечеловеческом языке, в аналогии с тем, что есть в химии, сказать. А вопрос такой, насколько можно говорить о катализаторах как усиливающих какое-то явление. Есть, как я помню, в школьной еще химии ингибиторы, которые препятствуют той реакции, для которой там они используются. Как работают эти ингибиторы в социальном плане? Это, конечно, понятно, это может быть какие-то там 10 заповедей, скажем, как вот ингибиторы в социальном поведении. А что это означает в TAP, в вашем подходе? Это прямой аналог катализаторов, только там с отрицательным действием, или это вообще что-то другое? Прямой аналог катализаторов. Прямой аналог. Это ингибитор, он тоже. Катализатор в широком смысле слова. Катализатор – это, ну, это просто, кстати, ускоритель реакции. Какой ускоритель процесса, пожалуйста, в широком смысле. Но в узком смысле это такой, как говорится, тот, кто выходит сухим из воды. То есть каталитический цикл – это цикл, который, ну, расходование и производство. То есть ингибитор – это замедлитель. Это ускоритель с обратным знаком. А так разницы нет. Все равно, так сказать, он, так сказать, выходит, он потребляется и производится. Вот, так сказать, в этом смысл каталитического цикла. Как любой фермент. Спасибо большое. Можно я один маленький комментарий там вставлю, пока ты не ушел? У меня такое ощущение, когда вот твои аналогии, по-моему, они все-таки не совсем. Ну, сам посуди. Вот conditional probability – это то, что встречается на каждом шагу. Все на все влияет. Третье тело, двадцатое тело. Есть же многомерный анализ. Ясное дело, что когда мы будем что-то дополнительное делать, скорости будут меняться и т.д. Вот, мне кажется, Григорий подчеркнул ключевой поинт. Вот это воспроизводство того, что было провокатором. Вот это очень важный момент, потому что без этого любые условия, которые или замедляют, или это, так мы можем к любой жизненной ситуации сказать, типа того, что там моя жена там мешает мне там, я не знаю, я не знаю, готовить борщ. А она уйдет, я с радостью буду готовить борщ. Или что-то еще. Называть все это катализаторами – это такое расширение какое-то гигантское. Вот, может быть, все-таки лучше. Ну, просто вот такое замечание. Это весьма специфическая вещь. Вот это третье, то, что самовоспроизводится, вот это, похоже, ключевая вещь. Спасибо. Просто замечание к слову. Ну, окей. Я могу пару слов просто сказать, что первое, мы не знаем, что является катализаторами, что нет там в химии, скажем. А вот Григорий знает. Ну, Григорий знает, естественно, лучше нас. Но химия, наверное, еще более там разнообразна, чем… Нет, ну, грубо говоря, это переходные металлы. Вот то, что важно, сказал Григорий, вот… Вот сухие из воды очень важны. Это было очень существенно. Сухой из воды. Катализатор – это фактически некий спусковой крючок. Это не просто условие ведения чего-то следовательного, а некое действие быстрое, после чего это начинает идти. Ну, Стан, вот извини, я тебя переверну. Вот ты спусковой крючок, два вещества в двух колбах, и они вот так соединены. А там перемычка между ними. Ты выдернул, вот тебе спусковой крючок, они слились, началась реакция. Но это не катализатор, это совсем другое. Понимаешь, есть миллион спусковых крючков как таковых, а вот то, что он сохраняет… Вот эта пробка, которую ты выдернул, чтобы они… Ну, естественно, можно. Это не есть самовоспроизводящаяся вещь. А вот… Значит, химический элемент, который добавляется, а не механическое убирание там перемычки. Ну, это вторично. Окей, вторично может быть. Я говорю, говорил о том, что хорошо было бы это лучше понять. И на житейском нашем плане, на котором мы существуем, это понять проще, когда мы видим такие аналогии. Окей, спасибо еще раз. Прямая аналогия. Ищите такую фигуру, как провокатор. Ну, социология выделяет его такого. Вот провокация. Люди любят провоцировать. Но они же не самовоспроизводимые, и они не всегда выходят сухими из воды. Выходят сухими из воды. Хорошо, ясно. Вот это. Я понял. Моисей, пожалуйста. Моисей, извините, рядом вот двое вас, да. Есть. Добрый вечер. Хотелось бы поблагодарить автора за очень интересный доклад. Очень. Особенно за смелость, которой он взялся объяснить такую сложную тему людям. Но у меня один вопрос. Когда вначале вы сказали, что ученые там начали проводить эксперименты, когда происходила реакция между водородом и кислородом, и обнаружили, что эта реакция намного быстрее идет, когда присутствует платин. И это понятно. Это понятно. Они там, наверное, экспериментировали с разными веществами, металлами. Платина, золото, я не знаю, там, медь и прочее, алюминий. И они заметили, что именно платина ускоряет во много раз эту реакцию. И все остальные года и все эти усилия ученых, они направлены были на то, чтобы объяснить, каким образом эта реакция ускоряется. Почему именно платина? И я хотел бы сейчас спросить такой вопрос. После всех этих исследований, после всех этих трудов, могут ли сейчас ученые сказать, что если происходит реакция между вот этим веществом и другим веществом, то если ввести в эту среду определенный элемент, это ускорит реакцию во столько-то, во столько-то раз. То есть можно ли сейчас узнать заранее, теоретически, что вот в этой реакции катализатором будет вот это вещество? Или же опять это надо делать экспериментально? Вопрос ясен. Вопрос его абсолютно ясен. Значит, и ответ такой, как это Слава Бродский говорил, лампочки повесить. Что-то ясно, что-то не ясно. Вот это, вот что, так сказать, какая ситуация существует сейчас и существует. В общем, теории катализатора, теории катализаторов нет как таковых. Но вообще что-то ясно. Примерно, и самое интересное, что, как всегда бывает, лучшее находится с самого начала. То есть вот как Деберейнер нашел платину, что она очень хороший катализатор, так в принципе и сейчас платина один из лучших катализаторов. Но недавно, так сказать, найдены каталитические свойства золота в определенных реакциях, в фотохимических реакциях. Японцы получили карута реакция. Но тут очень много, как говорится, интуитивного в этом. Понимаете, я работал, есть уникальный в союзе, был институт, институт катализа. Его возглавлял директор, он был президент Международного совета по катализу, академик Боресков, так, был такой. И я работал в этом институте с 64-го года. Ну, в общем, я 30 лет проработал в этом институте. И уровень знания по катализу был такой примерно. Была наука, научная основа подбора катализатора. Ну, свое обсуждение. И женщина, Вера Константиновна, здесь кофе. Вот найден катализатор такой-то, селективность такая-то, выход такой-то. А Борескова ее спрашивает. Скажите, пожалуйста, вы Гадали не пробовали? Она говорит, пробовала. А И-3 пробовали? Пробовала. Ну, я условно. А Гаф не пробовали? Гаф не пробовала. Попробуйте Гаф. Вот, примерно. Это, я вас произвожу, диалог такой. Но, тем не менее, ну, что мы знаем твердо о катализе? Мы знаем семейство. Катализ работает по принципу «бери и отдавай электроны». Понимаете? Give and take. Это переходные металлы с D-оболочкой. Вот в этом семействе ищут. Есть понятие комбинаторный катализ. Если такое, скажем, берут, там, десяток установок в компании и делают разный подбор катализатора. И в этом семействе уже ищут, ну, ищут лучший набор подбор катализатора. Ну, Габар и Бош нашли добавки к железному катализатору с немецкой скрупулезностью. Колоссальной скрупулезностью они нашли. Понимаете? Ну, так же Кэдисон искал свою лампочку. Ну, то есть в катализе есть общий, так сказать, есть какой-то тренд. Например, ну, мы знаем, что вот такая простая вещь, что у вас есть равновесие в реакции окисления, скажем, синтеза МИАК или окисления СО2. Равновесие. Так катализ не влияет на равновесный состав. Катализ влияет только на скорость достижения. Понимаете? Вот это твердо ясно. То есть мы знаем вот какой-то тренд, мы понимаем. Понимаете? А многого мы не знаем. И потом, но не хватает не только, так сказать, не только вот этого знания экспериментального, но не хватает методологии. Вот, например, мы, я вот говорю, обычно мы говорим, вот скорость реакции. А мы скорость реакции не меряем, как правило. Мы меряем скорость расходования вещества. Мы меряем скорость выделения тепла. А потом мы начинаем писать уравнения, которые что-то описывают. Понимаете? И это надо очень твердо понимать. Ну, то есть скорость реакции – это конструкция, которая вот такая парадигма. А можно по-другому мыслить. Можно мыслить, вот если у вас некоторое тело, оно проявляет реактивность. Ну, что такое реактивность? Это способность превращать одно в другое. И тогда надо говорить не о свойствах физико-химической системы, а о свойствах вот этого тела и вводить понятие реактивность тела. Вот такой науки нет. А привязались к понятию процессы, которые придумывают эти самые. И с этой точки зрения тут нужен, так сказать, и аналий, и методологический подход. Тут очень много чего надо сделать. Но одновременно развиваются квантовые, так сказать, ну, это density functional theory. Когда люди, ну, так сказать, пользуются квантовыми методами, они, так сказать, приближают состояние твердого тела, ну, к каким-то электронной подсистемой и начинают, так сказать, описывать посадку, абсорбции какого-то вещества. Но это очень зависит от модели этого твердого тела. Придумал одну модель, так сказать, будет одно, будет другое. Но тут есть успехи. Есть парочку наблюзгских премий полученные и не запустят. То есть я бы сказал, что это большая загадка, которая кусочком откусывается. И вот это, так сказать, это загадка, которая, как говорится, говорил Бродский, Слава Бродский говорил, что надо лампочки повесить правильно, но никто не знает заранее, в каком углу их повесить и сколько их надо повесить. И то есть можно натыкаться иногда на какие-то вещи. Вот я считаю, что мы наткнулись на довольно интересную вещь, которая в простой реакции. Когда вы имеете простую реакцию и надо думать не в одном эксперименте, а в эксперименте поставленном с разных начальных точек. И тогда комбинация вот этих экспериментов, так сказать, мы называем по названию ансамбля АБА, то есть из А мерить Б, из Б мерить А. И вот когда вы комбинируете, вы можете снова построить инвариант. Потому что в науке такая вещь такая. Вот у тебя что-то меняется, а что остается постоянным? И вот когда открыли, что остается постоянным масса или остается энергия, это самые большие результаты. Так вот, есть такое подозрение, что мы пропускаем ряд инвариантов, если комбинировать эксперименты, построенные по специальному, не статистическому принципу, а даже по детерминистскому принципу. А может, статистически нам тоже поможет. Но тут надо работать и не пропускать свой шанс. Понимаете? Ясно, да. Спасибо. Спасибо. Тоже один маленький комментарий, пока я передаю слово. На всякий случай, два слова вдруг пригодятся. Random forest и Bayesian theory. Это вот к тому, что вы сказали, когда делаются многие эксперименты. Вот есть огромные теории такие, когда люди применяют очень большое число статистических моделей для решения одной единственной задачи. Вот эти два слова, что я сказал, Бог его знает. Может быть, потом мы это обсудим отдельно. Спасибо. Аликс, пожалуйста. Да, Аликс, вы можете. Добрый вечер всем. Григорий, во-первых, большое спасибо за вашу презентацию, за вашу ответственность. Было очень интересно. Я сам пообразованный химик, поэтому небольшие комментарии. Ну, чтобы для аудитории, которые не химики понимали. Ну, во-первых, абсолютно верно сказали. Токализатор – это то вещество, которое участвует в процессе, в реакции, но не расходуется в реакции. Конечно, это теоретически практически, конечно, исчезает, потому что любая реакция имеет всякие примеси. Правильнее сказать, воспроизводится. Хорошо. Может, воспроизводится, может, не исчезает. Не исчезает недостаточно. Воспроизводится. Хорошо, воспроизводится. Я думаю, что не исчезает, но это невозможно. Второе замечание. Такое впечатление, что тотализаторы только гетерогенные, и они только для газовой фазы. Это совсем так или совсем не так. Тотализаторы бывают и в гомогенных системах, и в гомогенных. И гетерогенные не обязательно переходные металлы. Могут быть оксиды, сульфиды, их массы. Маленький комментарий по поводу ингибитора. Часто действительно их называют отрицательные тотализаторы, но механизм действия ингибиторов может быть совершенно другим. И он как раз может исчезать из процесса. Он удаляется, связывается и так далее. Он часто иногда воспроизводится, но часто тещет его демонстрировать. А вопрос такой. Просто мне интересно. Вы участвуете в разработке промышленных тотализаторов? Если да, если это не секрет, то каких и для какого процесса? Или для каких процессов? Спасибо. Я участвовал на раннем этапе в своей стране и получал даже две медали ВДН. Синтез винилхлорида. Из АССР и АШО. Синтез винилхлорида. Стерогенный катализатор, да? Стерогенный катализатор на московских химкомбинатах. Эта тема моей была кандидатской инсертации. У нас была бригада, мы делали катализатор вместе с Карповским институтом. И потом мы делали аппарат. На московском химкомбинатах мы его испытывали. Синтез винилхлорида. Спасибо. Вы кончили, Алекс? Да, большое спасибо. Спасибо, спасибо. Хочу добавить, я полностью с вами согласен насчет возможности катализаторов и в газовой фазе. И знаете, что надо нам благодарить Бога, что он не создал катализатор, который работает в атмосфере. Потому что если бы он работал в атмосфере, если бы азот окислялся бы кислородом, то у нас был бы океан, так сказать, азотной кислоты. Понимаете? И поскольку есть двое вероятное, что это процессы могут быть случайно, не дай Бог, чтобы такой катализатор образовался. Полностью с вами согласен. Да. Но, скажем, в нашем организме ферменты, те самые катализаторы, они работают в гомогенной системе. Один в окшу. Совершенно. Ну, вот Хейлисментен. Это гомогенный катализатор. Мы из этого заработали Хейлисментен. Спасибо. Да, Элеонора. Да, Элеонора можете говорить. Англёд. Внизу, слева. В нижней части экрана, слева, там есть такая. Мьют, он мьют. Вилька, бутылька. Нету, да? Вы можете губами даже не шевелить, а лучше просто найти в левой части вот этого. Или у вас нет левой части на экране? Ну, что делать? Давайте так тогда. Знаете что, вы... Нет, вы молчите, молчите, Элеонор. Не надо говорить, вас же не слышно. Вы... Ну, хорошо. Тогда мы чуть-чуть подождем. Вы, может быть, попробуете найти. Я пока можно задам вопрос. А вы поищите, где мьют, а мьют. Пошарьте своим курсором по экрану в левой части, желательно. В левой, левой части. Да. В левой нижней части. Да. В самый нижний, левый угол. Ну, уже всё объяснено. У меня был вопрос, но частично вот Моисей его задал. Вопрос у меня был такой вот глобальный. Что действительно делается? Вот что, неужели это некое такое грандиозное гадание? Вот когда... О, я открыла. О, феноминая. Открыла, да. Да, открыла. Я могу говорить, а я... Твой вопрос снимаю, а вы говорите. А то вдруг у вас опять... Хорошо. У меня вопрос о макрохимии и микрохимии. Вот известно, скорость реакции имеет насыщение? Она ограничена или нет в сравнении с микромером физики? Скорость света? Ну, конечно, ограничена. Она ограничена с переносом... Насыщение. Есть какой-то скорость реакции? Конечно. Всегда есть. Оно и... Поскольку у нас всегда есть пределы, оно ограничено константой реакции. Константы. Любые константы, они ограничены. От чего она зависит? Ну, она зависит. Она зависит от потенциальной энергии этого процесса и от температуры. Всё. А содержание от массы, она зависит от реагента? Нет? Нет. Концентрация зависит от массы. Скорость. Скорость – это функция концентрации. Да, я понимаю. Температура и константы. Константы в идеальном случае, если всегда мы делим, мы стараемся думать, что константа... Что есть функция, что... Separable. Это же вопрос, как говорится, некоторой идеальной веры. Мы описали, мы описываем всё на уровне, так, скорость. Ну, грубо говоря, так. Процессы сложные. Сложные процессы состоят из элементарных процессов. Что такое элементарный процесс, условно говоря? Это одна... Один барьер, одна элементарный процесс. Вот я объясняю студентам так. Вот у вас экзамен, это вы должны преодолеть экзамен. Экзамен – это одна элементарная реакция. Так же... Я поняла, да. Барьер. Так, один барьер. И барьер фигурирует в константах. А скорость – это константа, функция концентрации. Понимаете? Какая это функция концентрации? Да. На самом деле, на самом деле, в более разных теориях говорят, что нет никакой концентрации, а есть химпотенциал. Так? Есть скорость функции химпотенциала. Поэтому химпотенциал – это и есть идеальная составляющая и не идеальная. Ну, как это... Если вы в идеальной ситуации, разреженной толпе в автобусе, надо работать концентрациями. А если толпа в автобусе, вы уже продираетесь, там наступает химпотенциал. Уже концентрации не столь важны, как какие-то функции. Понятно. Ну, грубо, скорость – это константа, умножить на функцию концентрации. Так? Да. Я понимаю. А константа делена. Вот, так сказать, такая вещь. А, значит... То есть, при какой-то концентрации скорость уже не меняется. Не меняется. Она выходит на лимитирующую константу или лимитирующим является транспорт, который не химия. Понимаете? Надо сначала посмотреть, у тебя не влияет транспорт, то есть увеличивать скорость потока, уменьшать, так сказать, количество катализатора, чтобы, так сказать, ты попал в ситуацию, когда влияет только химия. Я поняла. Может влиять какая-то лимитирующая стадия. Вообще, природные процессы, они отличаются большой иерархией, то есть большой различием константа. И иерархия может быть двух разных происхождений. Она может быть различие константа, а может быть различие большого количества одного вещества от другого вещества. Вот, например, большое количество катализаторов, вещества обычного отличается от малого количества катализаторов. И это определяет то, что катализатор быстро подстраивается под это салют. Так же, грубо говоря, как солдаты идут за капитаном, понимаете, так же, как говорится, подстраивается поведение каталитических интермедиаторов за основными. Ну, в общем, большая иерархия. Я поняла. Или вы можете делать другое предположение, что все константы равны. Это тоже вам что-то дает. И вообще, надо всегда работать, ну, если Слава Бородский здесь присутствует, то всегда надо работать с двумя концепциями. То есть индукция, дедукция, часть и целая. Если вы, если вы, так сказать, у вас мозг в состоянии работать с тем и с другим, ну, как-то так. Понятно. Что-то разгадать. Да, я просто по аналогии. Спасибо. А так микро-макро-макро-макро. Микро. Да, бывают ситуации, когда микро-ситуация воспроизводит макро-ситуацию. Но мы же по атомистической модели мира воспроизводим поведение, понимаете? Но мы не можем соединить вместе макро- и микро-теории, квантовые теории. Да, так что... Мы все-таки можем. И основной прогресс все-таки достигнут, пока был, пока был на редукционизме. То есть на том, что, так сказать, мы говорили, что часть отражает целое. Понятно. Спасибо. К вашему вопросу просто анекдот исторический. Он очень полезен. Потому что, когда Менделеев докладывал свою теорию, докладывал не он, а докладывал не Шуткин, то его спросили, на кой основе построена эта теория. И он говорит, на основе массы элементов. Те, которые слушали, они смеялись. Они говорят, а почему он масса, а почему не первые буквы элементов? Первые буквы. Потому что масса это не химические показания, химическое свойство. Понимаете? Масса элементов. Ну да. Масса элементов. Это расстроимость, это способность гореть, там что-нибудь такое, обычное химическое свойство. А они же не знали, что от числа протонов вычислили? Да. Да. Порядка вычислили. Вопрос о формальной логике. Формальное число, номер элементов, номер элементов, таблицы Менделеева формальной, значил куда больше, чем все химические. Понимаете? Но это выяснилось, что это тоже. Да. Вот как бывает. Понимаете? Медельсон, Менделеев провидец. Нет, спасибо. Дай получилось. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос задам. У меня их по сути два. Значит, первое, это продолжение вопроса Моисея насчет того, что катализаторы сейчас ищут, как примерно алхимики искали, философский камень. Гигантское же количество возможных есть вещей. Но я представляю себе, огромное количество реакций. Для каждой разное. Вот как? Вот тут реакции, тут катализаторы. Ну, вы сказали частично, что есть теория. Это вот первый вопрос. Второй вопрос такой. Пока из того, что вы говорили, это в основном такие дорогие довольно вещи. Платина, вот там золото и так далее. Это характерно. И вообще, какую роль, вот вы как-то говорили, что катализаторы составляют чрезвычайно малую часть объема тех веществ, которые реально в реакциях участвуют. На один порядок, может быть, даже на два, на три порядка меньше, так сказать, количества. А вот в деньгах, какую, грубо говоря, часть катализатора вообще в химической промышленности в финансовом, так сказать, отношении занимают? Это такая дорогая компонентка? Я все-таки не экономист полный. Но хочу сказать, что преувеличена стоимость. То есть это вопрос первый. Я ответил, ну, что-то знаем, что-то не знаем. Мы ищем, ищем среди, в основном, среди переходных металлов. Но находки, вот скажем, нахождение вот этой фотохимической реакции на золоте, это большая, большая. Так что Владимир Ильич был неправ, когда отрицал золото. Понимаете, что в своей статье о победе, о значении золота теперь, после победы социализма, что золото не будет, золото будем строить унитазы. Ну, олигархи строят золото унитазы, но золото нужно для катализатора. Во-вторых, есть недрагоценные катализаторы. Например, железо, синтеза мияка, это железо обычное, но необычное, с добавками. А вообще, когда я говорю о платине, то процент платины в катализаторе очень маленький сейчас. Это платины не в самом, а вообще один процент может быть платины в платиносодержащем катализаторе. Платины обычно на каких-то, на окислах, на силике, на СИО-2. Ага, понятно. То есть сама платина нечистая платина. Я не видел бы стоимость, нет, нечистая, ни в коем случае. Значит, я не знаю, я думаю, что стоимость катализатора, она не может составлять больше 5% этого самого. Титановая аппаратура очень нужна для ряда процессов, особенно там, где большие давления. это стоимость была такая большая. Ну, замечательно. Григорий, огромное спасибо. Это крайне интересно было. Такая загадочная, туманная тема, но я думаю, люди оказались довольны, многие из них даже дослушали до сих пор. Спасибо. Становой хребет цивилизации катализатора. Да, да, да. Вот это как-то важно осознать, мы не очень уж понимаем, а вы как-то прояснили очень отчетливо, да. Ну, вот я не вижу больше поднятых рук, тогда остается всеобщего имени вас поблагодарить. Спасибо огромное. Я хотел, знаете, что сказать тоже в качестве анекдота. Значит, надо разделять, между прочим, кинетику и катализ. Кинетика, это скорость, зависит от того, от другого, от третьего. А катализ специфика как вот воспроизводимость. Есть нечто, что воспроизводится. Это большое изобретение природы. Понимаете? Но природа это делает с низкими скоростями. А человек начал делать это с очень большими скоростями. Нет, вот для меня это было новое. Я четко понял то, что вы сказали. Это очень интересно. Второе, значит, я хочу сказать, что вот этим, вот я, когда я излагал историю катализа, историю кинетики, в одной из первых своих книжек, я хотел, я собрал вот эти приложения, военное дело, и то, и все это. Уже все было тогда. И нашел даже приложение в книжке Отто Вейнингера «Секс и характер». 1903 год, знаменитая книга. Была такая книжка, которая выходила более чем десятками изданий до революции. А в советское время ее цитируют, по-моему, в Ильфе и Петрове, но ее никогда не издавали. А у меня эта книжка была откуда-то, и я нашел, что он применяет закон действия масс, взаимодействие между полами. Уравнение написал сексы, и я взял и в книжку свою вставил, которая издавалась в издательстве науки. Редактор ее выбросил, эту цитату. Но, значит, я снова вставил, он снова выбросил. Но редактор, женщина, она ушла в отпуск, и я окончательно вставил. Так что, теперь в любой книжке у меня есть ссылка на Отто Вейнингера. Да, мужчины пропускают такие вещи. Не, но Вейнингер был гениальный человек, да, погиб. Он не любил женщин, не любил евреев. Он покончил жизнь самоубийством, и Гитлер его считал идеальным евреем. В 28 лет покончил, да, гениальный был человек, в самом деле. Да, закончил анекдотом. Спасибо большое. Тогда что, на этом анекдоте о пользе, получается, женщин, да, вот, позвольте нами закончить. Спасибо. Спасибо всем. Тогда возвращаемся. До следующих встреч. До свидания. субтитры создавал DimaTorzok,